Амикус Плату, Амикус Аристотелес, Маджис Амико Веритас. Не пугайтесь, это не заклинание призыва духа Аристотеля. Эту фразу написал в своем дневнике молодой Исаак Ньютон. И переводится она как «Платон мне друг, Аристотель мне друг, но лучшая подруга истина». С этих знаменитых слов Исаака я бы и хотел начать свой рассказ о блуждании во тьме и поиске света. Рассказ о боли и ненависти. Рассказ о великом открытии. Меня зовут Дмитрий и впереди у нас захватывающее путешествие в самое сердце современной науки. Работы Исаака Ньютона стали величайшим открытием в астрономии и физике. Тот самый момент, когда старая система мира, уже давно трещавшая по швам, наконец развалилась, открыв дорогу новой науки. Но, как вы уже успели понять из моих историй, любое открытие имеет темное закулисье и большой бэкграунд. Человеческий бэкграунд. Ведь Ньютон – это не просто великий ученый, это человек с интересной и непростой судьбой, и еще более непростым характером. Всю эту историю наполняют споры, конфликты и разборки. А сам Ньютон был настолько необычным человеком, что эта история короткой быть не может. Что ж, друзья, мы переносимся в 17 век и становимся на порог великой научной революции. Рождественской ночью 25 декабря 1642 года по юлианскому календарю в небольшой британской деревне Вулстерп на свет появилось дитя, изменившее мир. Недавно овдовевшая Анна Эйскоу родила мальчика, недоношенного, слабого и больного. Никто не верил, что младенец выживет, и даже служанки, которых отправили за бельем для ребенка, не спешили, ведь были уверены, что мальчик умрет еще до того, как они вернутся. Но он не умер, и через неделю был крещен под именем своего недавно умершего отца, которого звали Исаак Ньютон. Это имя происходит от древнееврейского слова «смеющийся», но это какая-то очень злая ирония, ведь поводов для веселья у малыша особо не было. Уже через три года его мать снова вышла замуж за местного священника Барнабаса Смита, который был на 30 с лишним лет ее старше. Барабас обошелся с Исааком очень по-христиански, брачным договором заставив мать бросить своего трехлетнего сына и переехать к нему. Следующие восемь лет Ньютон, оставленный своей матерью, воспитывался бабушкой, что, естественно, вызвало у него сильнейшее чувство покинутости, ненужности и одиночества. Это были первые и очень неустойчивые кирпичики сложного характера будущего гения. Воспитывался он в строгости, но при этом внимания не получал. Бабушка запрещала ему играть с соседскими детьми, объясняя это тем, что они были совсем уж простолюдинами. Он был предоставлен сам себе, брошенный и изолированный. В итоге у ребенка сформировался страх эмоционального контакта с другими людьми, замкнутость и подозрительность. Его эмоциональное состояние было очень нестабильным, из-за чего у него случались вспышки гнева и агрессии. Как-то раз он даже пообещал мужу своей матери, что сожжет его дом вместе с ним. Так сильно Исаак его ненавидел. Но слишком долго ненавидеть не пришлось. Через восемь лет Барнабас умер, и мать вернулась домой. Казалось бы, здорово, воссоединение семьи случилось. Но мать вернулась с тремя детьми, и десятилетний Исаак снова остался в стороне. И тем не менее, это было уже что-то. Он хотя бы видел свою мать, хоть сводного брата и двух сестер ненавидел всей душой. Правда, был в этом и другой момент, также повлиявший на взгляды Исаака. Хоть почивший Барнабас ничего перед смертью ему не отписал, обделенному пацану все же досталась библиотека пастора, которая почти целиком состояла из книг теологического содержания. Спустя время Ньютон будет внимательнейшим образом изучать эти книги, что сделает его очень религиозным человеком. И сегодня мы к этому вернемся еще не раз. Однако и этот период единения с матерью продлился недолго. Через два года 12-летнего Ньютона отправили учиться в латинскую школу в близлежащем городке Грентом, где его обучали чтению и письму на латыни. И там он, наконец, раскрыл свой талант. Талант всех бесить. Он был ужасным учеником, на первом курсе был предпоследний по успеваемости. Постоянно задирал учителей, попадался на шалостях и регулярно дрался со сверстниками. С противоположным полом у Исака все было еще хуже. Нет, это не значит, что он дрался с девочками, просто общение с ними у него было очень натянутым. По некоторой информации, он приударил за мисс Сторой, девчонкой, жившей по соседству. Однако в данном случае мы опираемся на ее собственное уверение и местные слухи, так что надежность этой информации остается под жирным таким вопросом. То, что мы знаем наверняка, так это то, что у Исака Ньютона было полное отсутствие тяги к женщинам. И чем старше он становился, тем меньше интереса они у него вызывали. Так что если Ньютон действительно испытывал чувства к этой юной леди, то она была его первой и единственной любовью. При всем при этом, не стоит думать, что Исак был тупым хулиганом. Нет, причиной его ужасной успеваемости на первом курсе было то, что ко многим предметам изучения он относился с пренебрежением, считая их пустой тратой времени. К чему у него была настоящая страсть, так это к изобретательству и экспериментам. И в этом плане он был настоящим талантом. Этому способствовало и то, что в Грентоме Исак поселился в доме аптекаря, где была целая лаборатория. Он помогал аптекарю в приготовлении лекарств по рецептам, что в свою очередь вызвало интерес к химическим экспериментам и опытам. Помимо этого он сконструировал механические часы, которые приводились в движение водой и были достаточно надежными и точными, так что посетители аптеки зачастую сверяли по ним время. Как видите, у Ньютона была мощная эмпирическая и экспериментаторская жилка. Многие свои идеи он притворял в виде механизмов и довольно быстро развил в себе прозорливость, понимание причин и следствий и упорство в поиске решений интересных ему задач. Постепенно окружающие свыкались с его несносным характером и со второго курса он начал добиваться успехов в учебе. Но вскоре мать решила, что он уже достаточно посидел за книгами и пора бы уже учиться управлять поместьем. Она отозвала его домой и обучение прервалось. Юному изобретателю предстояло пасти овец и прибирать свинарник. Но и стоит ли говорить, какое отвращение к ведению домашнего хозяйства испытывал сам Ньютон. Его мысли витали где угодно, но только не на пастбище. Да и домашние были от него в ужасе. Как и любой пытливый ум, он бунтовал, находясь в неприятных ему условиях, что в сочетании с его ужасным характером превращало жизнь окружающих в настоящий ад. Директор школы, углядевший высокий мощный потенциал, уговаривал его мать позволить обучению продолжиться. И лишь когда к этим уговорам присоединился дядя Ньютона, пообещавший ей выплачивать за это деньги, она согласилась. Ньютон вернулся в Грентом и продолжил учебу. Теперь, зная, что из альтернатив у него лишь дойка овец и стрижка коров, он стал относиться к учебе куда более ответственно. После повторного погружения в школьную жизнь, в нем проснулись ученические амбиции. И закончил школу он уже не как хулиганье, обитающее на дне списка успеваемости, а как выдающийся ученик, которого сам директор школы ставил всем в пример. Вот как сельская жизнь мотивирует. В последние годы учебы в школе Ньютон готовился к поступлению в университет, и летом 1661 года Исаак приступил порог Кембриджа, будучи зачисленным в Тринити колледж. Там будущему гению предстояло пробыть ближайшие 35 лет. Кембриджский университет был основан еще в средневековье, как часть образовательной программы католической церкви. Естественно, после церковной реформации университет вышел из-под влияния Рима, и к 17 веку в его стенах витал дух более свободомыслящего протестантства. Но при всем при этом Кембридж оставался именно религиозным учебным заведением, учебный план которого все еще был погружен в дремучие средневековые традиции. А кого из ученого мира у нас больше всего любили в средневековье? Правильно, Аристотеля. Ньютону предстояло изучать Аристотелеву этику, Аристотелеву логику, Аристотелеву риторику. А как мы уже хорошо запомнили, одним из главных тезисов философии Аристотеля был геоцентризм. Система строения мира, по которой в центре вселенной находилась неподвижная земля, и все вращалось вокруг нее. Коперниканская система мира на тот момент уже знала и труды Кеплера, и сочинения Галилея. Но все еще встречала множество противников и на официальном уровне не признавалась. К тому же в католических странах еще был на слуху процесс Галилея. Так что открыто вставать на сторону Коперника там побаивались. В протестантских странах, в том числе и в Англии, с этим было немного попроще. Гелиоцентристов не преследовали и не судили, но все же относились к этой модели скептически и по большей части не одобряли. Стены английских университетов еще помнили взрывные диспуты, которые устраивал Джордана Бруно со сторонниками Аристотеля за 80 лет до того, как Исаак Ньютон появился в стенах Кембриджа. Сам Ньютон, читая книги учебной программы, не испытывал ничего, кроме скуки. По его собственным заметкам, можно судить, что ни один из учебников не был дочитан до конца. Исаак лишь выбирал то, что интересно именно ему. Он завел несколько тетрадей, куда делал выписки из книг и систематизировал все это по темам. Он стремился обобщить все получаемые им знания, но при этом он хотел их дополнить. И у него явно проглядывается один очень интересный тезис. Прежде чем что-то заявлять, может быть мы будем это, ну, не знаю, проверять? Ко многим из таких выписок он добавляет идеи возможных экспериментов, которые должны подтвердить или опровергнуть описанную идею. Тогда-то у него в записях и всплывает фраза «Платон мне друг, Аристотель мне друг, но лучшая подруга истина». Поиску этой истины Ньютон себя и посвятил. Благо обстановкой система образования Кембриджа позволяла любознательному студенту двигаться в том направлении, которое ему нравилось. И молодой студент быстро перешел от изучения Платона, Аристотеля и Евклида к самым актуальным исследованиям в математике и философии. За первый только курс колледжа он впитал в себя всю математику, до которой смог дотянуться, и схватывал он ее на лету. Евклидова геометрия оказалась ему легенькой задачкой, а в трудах самых передовых ученых того времени он без особых проблем углядывал ошибки и неточности. Прям так и писал на полях, это не геометрия, это туфта какая-то. Старший математик колледжа Исаак Барроу разглядел в Ньютоне настоящего гения и на первом же курсе открыто признал, что его ученик знает математическую науку куда лучше своего учителя. Барроу стал одним из первых почитателей Ньютона, которому он пророчил большое будущее. И он был абсолютно прав. Молодой студент впитывал знания как губка, экспериментировал и ставил опыты с таким рвением, что порой пренебрегал своим собственным здоровьем. Он мог часами смотреть одним глазом на солнце, а потом сравнивать с другим, как это повлияло на его зрение. Однажды он даже ради эксперимента вставил себе под глаз, блин, тупую иглу и засунул ее себе так глубоко, как только мог. И все это просто ради того, чтобы узнать кривизну сетчатки. Ну так, воткну себе под глаз спицу, чисто по приколу. А потом вот так неожиданность, зрение плохое, как же так получилось-то? В любом случае, юный гений перешел от изучения чужих трудов к своим собственным исследованиям и встал на порог своих первых, но уже революционных открытий. Большую роль в становлении Ньютона и его будущих работах сыграли труды немецкого математика Иоганна Кеплера. Свои главные работы он написал в этом же 17 веке, но умер непризнанным гением в нищете еще до рождения Исака. Сегодня мы не раз вспомним его имя и вообще я уже делал про него ролик. Если не видели, то после просмотра этой истории можете заценить. Там тоже очень непростая судьба. Но главное, что сейчас нужно вспомнить о Кеплере, так это то, что он написал огромное количество работ по математике и астрономии. И многие из них были настолько крутыми и по-настоящему революционными, что их никто не понял. Его законы движения планет современники посчитали глупостью, а его планетные таблицы лишь спустя десятилетия обратили на себя внимание. Когда астрономы заметили, что даже спустя такое количество времени они совсем не утратили актуальности. Но помнили о них очень немногие. Знакомство Ньютона с работами Кеплера произошло благодаря все тому же учителю Исаку Барроу. Он пригласил Ньютона на, так скажем, в неклассное чтение Диоптрики, одной из книг Кеплера. На них своенравный студент, конечно же, не ходил, но книгу почитать все-таки взял. Эта работа, вероятно, стала главным толчком к собственным исследованиям природы света, которым Ньютон посвятил ближайшие годы. Совсем рядом с Кембриджем регулярно проходила Сторбриджская ярмарка, которая была своего рода центром продажи игрушек, книг и всяких редкостей и диковинок. Исак регулярно туда наведывался, и то книжку по астрологии прикупит, то еще какую-нибудь ерунду. Но после чтения оптики он приобрел не что иное, как призму для экспериментов со светом, что в итоге изменило понимание его природы. Но изменило его не сразу, ведь его обучению суждено было снова прерваться. И на этот раз не по велению матери, а благодаря эпидемии чумы, разразившейся в Лондоне в 1665 году. Это была самая массовая вспышка бубонной чумы в Англии со времен Черной смерти. Чуть меньше, чем за два года она унесла жизни около 100 тысяч человек, что сопоставимо с четвертью населения тогдашнего Лондона. В то время медицина еще не знала истинного возбудителя болезни, и единственной эффективной мерой в борьбе с эпидемией был персональный 40-дневный карантин. Да, и это не то же самое, что наша самоизоляция, а самое настоящее домашнее заточение. Другой мерой безопасности было бегство, чем воспользовался и сам король Англии Карл II. Жизнь в Лондоне парализовала, проселочные дороги были переполнены голодными беженцами, а колледжи закрывались один за другим. В июне 65-го года Ньютон решил, что в Кембридже оставаться небезопасно, и перебрался в свое родовое гнездо в Улстер, где в уединении и пересидел эпидемию все два года. И на этот раз он сразу дал понять своим домашним, что не надо парить ему мозг выгулом скота и прочей хозяйственной лабудой. Он приехал работать. Из университета он перевез свои книги и, закрывшись у себя в комнате, продолжил свои научные изыскания, изредка выходя лишь для того, чтобы скромно перекусить или чтобы поставить какой-нибудь эксперимент на открытом воздухе. Он с еще большей страстью погрузился в свои исследования, каждая из которых становилась для него навязчивой идеей, и он не мог оставить мыслей о них, пока не найдет решения. Он врывается в тему механики и математики, открывает, как он сам это назвал, метод текущих количеств, или, как чаще его называют, метод флюксии, то есть производных. И это, по сути, является первым письменным примером интегрального и дифференциального исчисления. При этом все эти записи уходят в стол, и публиковать это он не спешил. Ньютон стал передовым математиком Англии, а, возможно, и всей Европы, но знал об этом только один Ньютон. Возможно, это обусловлено непростым и местами очень эгоистичным характером Исака, которому нравилось это особое чувство, знать то, чего больше никто в мире не знает. Ощущение власти над всеми, и ему хотелось продлить это чувство как можно дольше. Да и вообще, писать работы в стол было его характерной чертой до конца жизни. Тогда-то и случилась эта легендарная история, знаменитая яблоко, упавшая то ли на голову Исаку, то ли на травку, то ли вообще не упавшая. В свое время оно стало настоящей легендой, распространившейся по всей Европе. Причем так до конца и не ясно, правда это или нет, что придавало всей этой истории дополнительного шарма и занавеса таинственности. Есть множество описаний того, как это произошло. И главной тому причиной стало то, что эту историю рассказывал сам Ньютон. И в разговоре с каждым собеседником история была другой. Одному другу он рассказывал, что яблоко упало, пока он отдыхал под яблоней в саду своего поместья. Кому-то он рассказывал, что он просто размышлял об этом падении, глядя на дерево. Ну а кто-то просто считает, что он это выдумал, чтобы наглядно продемонстрировать свою идею гравитации. Но о чем говорят гораздо реже, так это о том, что Ньютон в силу своей религиозности выдумал эту историю, чтобы провести аналогию с запретным плодом в Эдемском саду. Или намекнуть на то, что ему в этой идее помогла сама природа, то есть Господь Бог. В любом случае, правду мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. Вероятно, какой-то подобный случай все-таки имел место быть и плотно засел в памяти Исака, что спустя годы привело его к великой идее. А позже он сформулировал это в такую красивую байку. Так что падение яблока часто воспринимают просто как метафору или мысленную демонстрацию. Но тогда это было лишь зерном идеи, которое проросло намного позже. В тот момент больше всего внимания Ньютона было приковано исследованию света. Из Кембриджа он взял с собой свою призму и продолжал эксперименты с преломлениями лучей света. Эти эксперименты он описывает так. Я затемнил свою комнату и проделал небольшое отверстие вставни, дабы пропускать внутрь потребное количество солнечного света. На пути Коева у самого отверстия поместил свою призму, с тем, чтобы преломленные лучи падали на противоположную стену. С большим удовольствием наблюдал я весьма яркие и насыщенные цвета, получившиеся вследствие этого опыта. Он назвал эти цвета спектром. Так Ньютон описывает опыт по разложению солнечного света на спектр. Он первый установил, что белый свет не является каким-то основным или первичным, а представляет собой смесь всех цветов спектра. В ходе этих экспериментов он выяснил, что белый свет неоднороден и в процессе преломления дает другие цвета. Таким образом, Исаак выяснил, что разные цветовые составляющие спектра преломляются по-разному. Он ставил множество экспериментов и опытов и внимательно изучал все наблюдаемые эффекты. Помимо этого, он приходит к выводу, что свет состоит из корпускул, то есть крошечных частиц, находящихся в постоянном движении, что на самом деле не совсем верно. Но и это еще не все. В то же время Ньютон вникает в тонкости изготовления оптических элементов, в частности для телескопов. Он начинает шлифовать и полировать линзы и изучает преломление света через них, что вскоре приведет его к созданию первого зеркального телескопа. И все это лишь за два года самоизоляции в поместье Волстерп. Исаак Ньютон втайне от всех совершил революцию в натур-философии, разработал интегральное исчисление, расщепил белый свет на цвета, углубился в изучение оптики и породил идею всемирного тяготения. Но это все светлая и блестящая сторона легендарного Исаака Ньютона. Та часть его жизни, от которой все биографы пищат от восхищения. И это вполне обоснованно. Но мы тут разбираем не чудеса науки, а человеческие жизни. И у Исаака Ньютона, как и у любого человека, помимо светлой стороны, была и темная, о которой многие порой даже не вспоминают. Одной из граней этой темной стороны была алхимия. Да, Ньютон положил не один год на поиски эликсира жизни. Причем у его поклонника, в том числе и современных, мгновенно пригорает ниже спины, когда кто-нибудь про это вспоминает. Мол, как ты смеешь плохо говорить о таком великом человеке? Ну уж извините, какой есть. Других Исаков Ньютонов не выдали. Правда, что великий научный гений очень серьезно занимался алхимией. Причем в отличие от той же оптики или механики, которую он изучал пару лет, а потом забрасывал, алхимией Ньютон занимался десятилетиями. В его библиотеке хранилось почти две сотни томов по этой теме, а сам он исписал сотни листов, описывая свои эксперименты по поиску философского камня. При этом он не гнался за корыстной целью лишь превращать неблагородные металлы в золото, чтобы разбогатеть. Для него это было некое познание Бога, путь к спасению души и воскрешению. Он с присущим ему фанатизмом отдался этому делу, наладил связи с обширным, но тайным кругом адептов этого учения и даже придумал себе псевдоним для алхимических трудов «Джиова Санктус Юнос», что переводится как «Святой и Единый Иегова». И вот этот самый Иегова мог неделями проводить эксперименты, не давая огню погаснуть ни на минуту. Он мог спать по несколько часов, а потом вскакивать и продолжать работу. Ньютон был такой во всех своих начинаниях. Не стало исключением и алхимия. Идеи адептов темной науки с их тайными исследованиями пришлись по душе скрытной натуре Исаака, который все свои работы хранил в секрете. Он считал, что если ты ищешь философский камень, то ты должен вести жизнь строгую и аскетичную. А всех своих собратьев по учению призывал никогда не публиковать свои исследования, ведь тайна сотворения благородных металлов принесет неисчислимое бедствие миру. Так что ни одна из алхимических записей Исаака не увидела свет при его жизни. Ньютон любил уединение и тайну. Он не желал делиться своими познаниями и постоянно чувствовал угрозу. Шифровал свои записи и прятал их за анаграммами. Лишь в 20 веке удалось полностью понять смысл и объем алхимических работ Исаака Ньютона, который на протяжении 30 лет пытался постичь тайное устройство мира и найти универсальный ключ к познанию и контролю этого мира. Но помимо поиска философского камня, Ньютон неустанно занимался поисками Бога. Да, он был очень религиозен с самого детства, ведь я напомню, что он родился в Рождество, и это было символичным знаком, в том числе для него самого. И вот, уже будучи студентом, он с необычайным рвением углубился в изучение Писания. От ветхозаветных текстов до трактовок теологов-современников Ньютон вычитывал все, что мог найти. Он выучил древнееврейский язык, чтобы изучать тексты пророков в оригинале, сделал около 30 переводов Библии, составлял множество разрозненных заметок и записок. А после его смерти в его записях была обнаружена большая неоконченная рукопись по библеистике. Но из этой рукописи стало ясно, что со временем он свернул с пути традиционных христианских концепций и встал на сторону взглядов, которые те же католики бескомпромиссно называли ересью. И нет, я не о спорном вопросе еретичности коперниканства, я о самой настоящей доктринальной ереси. В частности, Ньютон очень заинтересовался одним религиозным спором, произошедшим в IV веке, между пресвитером Арием и диаконом Афанасием, ставшим главным христианским конфликтом того времени. Суть спора концентрировалась вокруг триединства Бога. Афанасий защищал концепцию Святой Троицы, то есть Бог это Отец, Сын и Святой Дух. А вот Арий, наоборот, ее отрицал и считал, что Бог един. Иисус был его сыном, но он сам не являлся Богом и не был с ним единосущ. В итоге, точка зрения Афанасия была принята римской церковью, а взгляды Ария были признаны доктринальной ересью. И, казалось бы, нам-то какое до этого дело? А такое, что Ньютон где-то углядел в аргументации Афанасия подлог и решил, что Арий был прав, и догмат о Святой Троице является искажением истинного христианства. Это очень серьезный разрыв с христианскими канонами, который у католиков считался серьезнейшим преступлением против веры, за которое полагалось очень суровое наказание. И если вы сейчас напряжете память и вспомните один из предыдущих роликов, то мы наткнемся на удивительное совпадение, ведь изначально конфликт католической церкви и Джордана Бруно был запущен именно поддержкой молодым монахам точки зрения Ария. Но речь все-таки о протестантской Англии, в которой римской инквизиции не было. Но все же такие взгляды осуждались. И вот если бы Ньютон громогласно заявил о своей неортодоксальности, его бы, конечно, никто не сжег, но из Кембриджа его бы тут же выгнали с позором. Но даже в этих библейских исследованиях Исаак сохранял свойственные ему эмпиричность и научный подход. Он составлял хронологии древних государств, основываясь на библейских датировках и пристально изучал тексты пророчеств. Он однозначно считал, что в этих словах можно отыскать сокрытые истины о будущей судьбе мира. Он составил хронологию не только прошлого, но и будущего, стараясь с максимальной точностью определить грядущие события, которые он сам интерпретировал из пророчеств. Для этого он использовал и астрономические циклы равноденствий, и жизненные циклы животных, и определил, например, что страдание евреев закончится в 1944 году. И как бы тот факт, что Вторая мировая война кончилась лишь годом позже, многих наталкивает на вывод, что Ньютон оказался прав и ошибся лишь на один год. Благодаря этому, кстати, Ньютон популярен у некоторых современных мракобесов, в частности, сторонников Анатолия Фоменко с его новой хронологией. Но самое интересное еще впереди. По датировкам Ньютона в 2060 году у нас тут должен произойти ни много ни мало библейский апокалипсис, а в 2370-м должно начаться, цитата, «мирное тысячелетие», что, видимо, означает «рай на земле». Но тот факт, что Ньютон, опираясь на библейские датировки, порой очень косячил и с уже произошедшими событиями, большой серьезности его предсказаниям не придает. А момент с концом страданий евреев считают роковым совпадением. Так что, как видите, Исаак Ньютон за что ни брался, во все вкладывался по максимуму. И либо достигал успеха и забрасывал это направление работы навсегда, либо мог десятилетиями биться над разгадкой, не оставляя попыток. И это относится как к действительно научным, так и к псевдонаучным и религиозным работам. Но при этом сам Ньютон, да как и почти все его современники, не разделял теологию и науку. Он считал, что его судьба открывать и толговать плоды трудов Бога. Так что он пытался постичь устройство мира абсолютно всеми способами. И вот такой вот многогранный человек готовился совершить главную научную революцию всех времен. Но для этого предстояло выйти из тени и явить свой гений миру, что повлекло для Исаака самые неожиданные последствия. Вы не хуже меня знаете, что в те времена люди мыслили совсем иначе и относились к происходящим событиям далеко не так, как сейчас. Великая эпидемия чумы в Лондоне, хоть и была далеко не первой вспышкой этой болезни в Европе, все же оставалась загадкой для медицины. Врачи не знали истинного переносчика болезни и под раздачу попадали все. Одно время даже решили, что болезнь распространяют кошки, что вызвало целую волну охоты на пушистых обитателей улиц. Но вот проблема в том, что после этой охоты наблюдался даже подъем заболеваемости. И это не случайная корреляция. Настоящим переносчиком чумы были крысы. А точнее, крысиные блохи, зараженные чумной палочкой Эрсиния перстис. Истребление уличных котов, которые охотились в том числе и на крыс, сказалось на распространении паразитов. И ситуация только усугубилась. Эпидемия пошла на спад лишь летом 1666 года, но окончательную точку в этой вспышке поставил великий лондонский пожар. Это произошло в начале сентября 1666 года и стало настоящим стихийным бедствием, охватившим почти весь город. Четыре дня не удавалось побороть быстро распространяющийся по ветру пламя. И лишь когда ветер стих, пожар удалось остановить. По итогу, огромная часть города была уничтожена, а со старыми зданиями сгорели и крысы вместе с зараженными блохами. На этом эпидемия и закончилась. Ньютон все это время был в Улстерпе и вернулся в Кембридж лишь весной 67 года, когда все окончательно стихло. Чума его не коснулась, но сделала из него настоящего ипохондрика. В каждом человеке он видел потенциального разносчика каких-нибудь болезней, что в очередной раз сказалось на его скрытности и любви к уединению. Но время шло, и его продвижение в учебе неминуемо приближалось. Вскоре после возвращения в Тринити колледж ему присвоили звание магистра гуманитарных наук. Почти в это же время его избрали на пост младшего, а затем и старшего преподавателя. Предоставили ежегодное жалование и новое отдельное жилье. Новое положение обязывало 24-летнего преподавателя проводить лекции в стенах университета. И как раз в это время он изобретает то, чем астрономы пользуются до сих пор. В то время еще не улегся хайп после презентации линзового телескопа Галилея и его открытий. Астрономы поняли, что благодаря таким приборам можно намного глубже изучить звездное небо. Из того самого момента, как Галилей впервые представил публике свое изобретение, они искали способы модернизации телескопов и улучшения их качества. Главной проблемой телескопов считали невозможность сфокусировать ими все лучи в одной точке. Из-за сферической формы линз эти лучи не могут идеально сойтись вместе, из-за чего невозможно до конца сфокусировать изображение, и оно остается нечетким. Этот эффект сейчас называют сферической аберрацией, и самым логичным выходом из положения оказалось сделать линзы не сферической формы. Так подумал и Ньютон, и приступил к изготовлению гиперболических и параболических линз. Но такие стекла и сейчас в заводских условиях изготовить очень сложно, что уж говорить о Ньютоне, который работал руками у себя в комнате под одеялом. Он приблизился к выполнению задачи, но по итогам своих исследований света, понял, что даже если ему это удастся, всех проблем это не решит. Благодаря своим экспериментам с призмой и разложению белого света на спектр, он установил, что разные цветовые составляющие белого света преломляются в линзе по-разному, и если сфокусироваться на красных лучах, то синие останутся расфокусированными. Это приводит к тому, что вокруг ярких объектов мы видим цветные ореолы, а сам объект подвергается цветовым искажениям, плохо влияющим на четкость. Этот эффект сейчас называют хроматической аберрацией. Ее заметил и сам Галилей, но именно Ньютон дал ей теоретическое обоснование. Он понял, что даже если мы сделаем линзу идеальной параболической формы и полностью избавимся от сферической аберрации, мы никуда не денемся от хроматической. Пока есть сам факт преломления света в линзе, этот эффект будет нас преследовать и портить нам изображение. Единственным выходом из положения стало избежать преломления как такового, то есть вообще отказаться от линзы. Ньютон реализовал идею, которая уже озвучивалась ранее, но никогда раньше не воплощалась в жизнь. Построить изображение не с помощью выпуклой линзы, а с помощью вогнутого зеркала. Так на свет появился первый зеркальный телескоп. Исаак разработал свой собственный сплав олова и меди, отлил из него небольшую заготовку, отшлифовал и отполировал ее до блеска своими собственными руками. Это потребовало огромного труда, но в итоге в 1668 году у него получилось изготовить то, что сейчас мы называем рефлектором Ньютона. Первый его телескоп был диаметром лишь 2,5 сантиметра и 15 сантиметров длиной, но даже при таких скромных габаритах он давал увеличение в 40 раз, что было больше, чем у метрового телескопа Галилея. Второй экземпляр уже был намного больше, 3,5 сантиметра. Он-то и вошел в историю, но если вы удивлены небольшими габаритами телескопа и запомнили его по вот таким вот картинкам, то я вас разочарую, он был действительно совсем небольшой, а художники либо не совсем представляли габариты, либо пытались изобразить Ньютона карликом. И вообще, главное не размер, а отсутствие аберраций. Хотя на самом деле про размер это правда лишь наполовину. И в итоге, хоть крошечный телескопчик и не стал переворотом в наблюдательной астрономии, это был серьезнейший прототип, который потом развивался дальше. Уже через 100 лет Уильям Гершель открыл с помощью этой оптической схемы планету Уран и построил рефлектор с зеркалом диаметром почти полтора метра. Ну а в начале 20 века, когда телескопы начали переваливать уже за несколько метров, все окончательно убедились в тупиковости линзовой схемы и перспективности зеркальной. Этот телескоп был квинтэссенцией его исследований. Эксперименты со светом привели к необходимости использования зеркала. Эксперименты с химией и алхимией позволили ему изобрести собственный медный сплав для зеркала. Интерес к звездному небу подтолкнул его к этому изобретению, а затем и к дальнейшему изучению физики, устройства Солнечной системы и Вселенной в целом. Это была прелюдия к большому будущему, но даже этого было бы достаточно, чтобы весь мир запомнил Ньютона как великого ученого и изобретателя, а зеркальная схема используется астрономами и сегодня. Собрав первый рефлектор, Ньютон по уже сложившейся традиции спрятал его подальше от людских глаз и приступил хоть и с большой неохотой к чтению лекций студентам университета. Он начал с курса лекций по оптике, и надо сказать, что хороший преподаватель – это точно не про Исаака Исаковича. На его лекции мало кто ходил, а если кто и ходил, то мало что понимал. Несмотря на это, он в 1969 году стал вторым профессором в университете, сменив на этом посту своего наставника Исаака Барроу, который ушел вверх по социальной лестнице и лично позаботился, чтобы его тезка занял освободившийся пост. В итоге Ньютон занял высочайшую должность в Кембридже в возрасте лишь 26 лет и стал одним из самых молодых профессоров в истории университета. При этом он оставался все таким же замкнутым и нелюдимым, а среди коллег слыл человеком чудаковатым и рассеянным. Но коллеги видели его талант, и тот же Барроу постоянно подталкивал его к публикации своих работ, но тот наотрез отказывался. Ньютон иногда давал ему свои записи на ознакомление, но с условием, что ничего не попадет в печаль. Однако в конце 1671 года Барроу каким-то чудом уговорил Ньютона позволить королевскому обществу осмотреть его зеркальный телескоп. Королевское общество – это, если что, такой прообраз современных академий наук. Кружок исследователей, который разросся до целого общества. Оно было основано всего за 24 года до этого, а официальный статус и признание короля получило лишь в 1662 году. Это было объединение людей совершенно разных направлений исследований, за исключением разве что теологии и политики. Их девизом стали слова неверующего апостола Фомы – «Nullus in verba», что приблизительно переводится с латыни как «слова ничто» или «ничего не принимаю на веру». И вот этим скептичным токсиком рефлектор и был приставлен на суд. Секретарь общества Генри Ольденбург выставил инструмент на всеобщее обозрение на одном из заседаний. И это был настоящий триумф. Члены общества единогласно восхитились изобретением, а спустя пару недель сам Ольденбург направил Ньютону поздравления и предложение вступить в королевское общество. Ньютон не сразу, но согласился. И был официально избран 11 января 1672 года. Его телескоп был представлен королю Карлу II, на которого этот прибор оказал еще большее впечатление и быстро стал достоянием и гордостью всей Англии. Анонимность, к которой так сильно стремился Ньютон, была утрачена им навсегда. 30-летний Исаак, воодушевленный признанием и новым статусом, пообещал Ольденбургу изложить свою теорию света, которая и побудила его к изобретению, добавляя при этом, что по его собственному скромненькому суждению считает это необычайнейшим, если не значительнейшим достижением, раскрывающим тайные действия природы. Ньютон хоть и боялся выйти в свет, все же был очень амбициозен. 6 февраля он отсылает Ольденбургу статью под названием «Новая теория света и цветов», которая излагала корпускулярную природу света и то, что он состоит из разных цветов. Статья была зачитана обществу два дня спустя и была принята доброжелательно. Ньютон даже позволил опубликовать ее в философских трудах ежегодном журнале Королевского общества. Но среди тех, кто присутствовал при чтении статьи, нашелся и ученый, который не воспринял ее так же тепло, как и остальные. Он назвал все это милыми экспериментиками и раскритиковал корпускулярную модель Ньютона в пользу своей волновой теории света. Этим джентльменом был... Нет, не Альберт Эйнштейн. Его звали Роберт Гук. Гук был на 7 лет старше Ньютона и имел репутацию уважаемого исследователя и экспериментатора. Он курировал почти все эксперименты в королевском обществе и к тому моменту уже внес довольно большой вклад в механику. Увы, его прижизненных портретов не сохранилось, так что буду показывать его так. Ну или показывать такие криповые описательные реконструкции внешности, сделанные уже после его смерти. Гук точно так же был живым воплощением экспериментаторской натуры и имел острый ум теоретика. Но в отличие от того же Ньютона, он не был затворником, а был вполне себе компанийским мужиком, который не просит потусить с друзьями в какой-нибудь кофейне или где наливают что-нибудь покрепче. При этом он был довольно язвительным и токсичным человеком, а весь мир научных исследований считал своей водчиной. Он раскритиковал теорию Ньютона в свойственной ему ядовитой манере, и многие ученые, в том числе небезызвестный Христиан Гюгенс, его в этом поддержали. Он даже направил Ньютону письмо, в котором с нисходительным тоном высказал ему, типа, прикольные эксперименты, но выводы фигня. И вообще это очень слабая гипотеза. Это стало огромным ударом по мнительному Исаку, человеку, который всю жизнь стремился к уединению, и тут, едва выйдя в свет, сразу же получил ведро грязи в лицо. Он затаил обиду на Гука, ведь, как я уже выше отметил, считал свою работу значительнейшим открытием сил природы. А тут какой-то непонятный тип подвергать его выводы сомнениям и ставит под вопрос корректность его эксперимента. Высокая самооценка Ньютона могла сравниться лишь с его уязвимостью. Он сделал величайшее открытие. И что же, это лишь для того, чтобы его оспаривали, называли его теорией гипотезами и засыпали едкими вопросами? Нет, такого он потерпеть не мог. Ответное письмо он направил не Гуку, а секретарю Ольденбургу, в котором в пренебрежительном тоне высказывал свое недовольство, уверенность в собственных открытиях и вообще, что этот карлик себе позволяет. Ну, ладно, про карлика я сам придумал, но стоит отметить, что Гук был действительно низкорослан. Вскоре Ньютон направил еще одно письмо, в котором выразил желание покинуть королевское общество. Ведь, как он сам сказал, эти нападки лишили его покоя и безмятежной свободы. Вместо новых исследований он теперь, видите ли, должен отбиваться от критики и отвечать на расспросы. Ольденбург как мог его успокаивал и даже освободил его от необходимости вносить ежеквартальные взносы. Секретарь поступил мудро и дал конфликту угаснуть, так что Ньютон остался в рядах королевского общества. Тем не менее, это была очень глубокая обида, которая, возможно, перекликается с его детскими переживаниями, жизнью без матери и чувством, что весь мир ополчился против него. Гук на всю жизнь остался для Исака личным врагом. Но шло время, горячие натурфилософы подостыли, и в 75-м году во время пребывания Ньютона в Лондоне он даже посетил два собрания королевского общества, где его встретили весьма радушно, даже Роберт Гук. Более того, Ньютон согласился провести на одном из заседаний открытый эксперимент, где продемонстрирует свои опыты с призмой и докажет истинность своих открытий. Но проведение эксперимента затянулось, и вражда периодически снова обострялась. Гук все так же считал большую часть теории света и цветов глупостью, а что не глупость, то было украдено у него самого из его работы микрография. Но при этом Гук сглаживал углы, типа у него не было достаточно времени, чтобы ее закончить, и вообще Исак молодец, так держать. Это шаткое равновесие между открытой войной и ножами под столом все-таки позволило спустя год в 76-м провести открытый эксперимент в стенах общества и в итоге доказать, что Ньютон со своей теорией цветов таки был прав. Казалось бы, вот она победа, вот он триумф. Враг повержен, справедливость восторжествовала. Но не тут-то было. Еще через год умер Исак Барроу, а вскоре скончался и Генри Ольденбург, секретарь королевского общества и друг Исака. Обществу был нужен новый секретарь, и на эту должность был избран, угадайте, кто? Да, Роберт Гук. Это сулило множество проблем для Исака, ведь Ольденбург был его главным каналом связи с королевским обществом и был человеком, благодаря которому открытия Ньютона видели свет. Теперь эту переписку ему нужно было вести через своего главного научного соперника, что в очередной раз отдалило Исака от общества. Но спустя еще год ему прилетает весточка о том, что тяжело заболела его мать. Она выхаживала лихорадку у своего сына Бенджамина, но в итоге заразилась ей сама. Ньютон бросает все и мчится в Улстерп, где сидит с ней днями и ночами. Сам изготавливает и дает ей лекарства, но усилия становятся тщетными. Анна умерла в конце мая. Это стало еще одним тяжелейшим ударом для Исака, ведь то, что он ненавидел свою мать, было неправдой, а сама Анна в своем завещании отписала ему абсолютно все. Теперь он был настоящим землевладельцем, и ему предстояло приводить хозяйство в порядок. Это заняло около полугода, после чего Ньютон вновь вернулся в Тринити колледж, где продолжил работу. Постепенно фокус его интереса смещался от оптических к механическим задачам, и он стал плотно размышлять о суточном вращении Земли, механике и динамике. В конце 1679 года он направил Гуку как секретарю общества письмо, в котором объяснял свое временное отсутствие семейными хлопотами и делился некоторыми рассуждениями о механике. В частности, вопрос касался траектории тяжелого тела, летящего к земле. В своем письме Ньютон считал, что эта траектория должна быть спиральной, но это не так, и Гук углядел эту ошибку. Вместо того, чтобы ответить Ньютону все так же в личной переписке, Гук вынес этот косяк на всеобщее обозрение и публично высмеял Исаака. Этот цирк привел Ньютона в ярость, и он оборвал контакты с Гуком, да и вообще со всеми. Эта ошибка побудила его уйти в тень на много лет и куда более тщательно проработать вопросы динамики и механики. Ему плюнули в лицо и бросили вызов, что и привело к новым началам в натуральной философии. Внимание, анекдот! Заходит как-то Эдмонд Галли, Кристофер Рен и Роберт Гук в бар. А бармен им говорит, как выглядит кривая орбиты планеты, если сила притяжения Солнца обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Рен сказал, что не знает. Он пытался рассчитать, но не смог. Гук сказал, что знает. Где-то у него было все записано, надо лишь отыскать эту бумажку. А Галли просто пожал плечами и пошел к Исааку Ньютону. И вы сейчас спросите, Дима, что за бред ты несешь? Но эта упоротая интерпретация событий в формате «Заходят три математика в бар» на самом деле весьма достоверно передает один разговор, произошедший в 1683 году. На самом деле разговор был не в баре, а в кофейне. Галли, Рен и Гук обсуждали динамику планет, и возник вопрос. Может ли сила, заставляющая планеты вращаться вокруг Солнца, убывать обратно пропорционально квадрату расстояния между планетой и светилом? И если да, то какую форму при этом примет орбита планеты? Как следует поразмыслив, все трое сошлись на том, что да, сила убывает обратно пропорционально расстоянию. Эти выводы можно сделать основой, если лишь на третьем законе Кеплера. Но они не смогли установить, почему так происходит, и доказать, что такая сила даст именно эллиптическую орбиту. Рен признал, что он пытался, но у него не получилось. А вот Гук начал бить себя кулаком в грудь и утверждать, что это вообще детская задачка, и сейчас он быстренько все посчитает. Он пообещал в течение двух месяцев предоставить доказательства, но не смог. Тут стоит отметить, что Гук был наблюдателем и экспериментатором, но он не был математиком. Он пытался найти ответ, основываясь на опытах, и подобрался очень близко к разгадке, но без сильного математического метода вывести доказательства не смог. Галли понял, что без мощного математического колдунства тут не обойтись, и надо обратиться за помощью к специалисту в вычислениях. Например, к профессору математики, допустим, из Кембриджа. По нелепой случайности, этим профессором был наш Исаак Ньютон, которому на тот момент было уже 42 года. Он вел уединенную жизнь в университете, можно сказать, был настоящим затворником. И Галли решил, что нет особого смысла ему писать. Он, скорее всего, просто не ответит. Так что Эдмонд сам направился в Кембридж в августе 1684 года и нанес ему личный визит. К большому удивлению Эдмонда, скрытный Ньютон принял его вполне доброжелательно. И после небольшой тактичной беседы, Галли перешел к сути. Как бы невзначай он спросил Исаака, как выглядит кривая орбиты планеты, если сила притяжения Солнца обратно пропорциональна квадрату расстояния. Ответ прозвучал незамедлительно. Эллипс. Ого, ничего себе, воскликнул Эдмонд. А откуда вы это знаете? На что Ньютон с абсолютной невозмутимостью ответил, мол, я это уже давно рассчитал сам. Галли попросил Исаака показать ему эти вычисления, на что тот нехотя согласился и пошел рыться в бумажках. Но не найдя нужных манускриптов, Ньютон сказал, типа, езжай в свой Лондон, я сделаю новые расчеты и вышлю их тебе по почте. Галли подумал, что сейчас повторится такая же история, как была с Гуком, который пообещал и не смог. Но Ньютон не лгал и, возможно, умышленно пошел на такой ход, чтобы все в очередной раз перепроверить. И в ноябре 1684 года действительно прислал Галлию девятистраничную рукопись, озаглавленную о движении тел по орбите. И там были доказательства. Изучив эту рукопись, Эдмонд Галли понял, что у него в руках первые настоящие расшифровки орбит планет. И математические доказательства характера их траекторий. Он тут же сорвался в Кембридж и начал уговаривать Ньютона сообщить об этом сокровище научному миру. Непонятно, каким образом, но Галлия удалось уговорить затворника опубликовать эти труды. Однако Ньютон решил не останавливаться на небольшой рукописи, а вывести более общую теорию гравитации и небесной динамики. На 18 месяцев он закроется в своем кабинете и будет писать сочинение на 550 страниц, которое перевернет науку и принесет ему всемирную славу. Его помощник Хамфри будет позже описывать, как Исаак, словно древний мыслитель, бродил по саду взад-вперед, а потом замирал на несколько секунд и тут же несся со всех ног к своему столу, чтобы записать идею, которая его осенила. Он пренебрегал сном и едой, почти не отдыхал и был полностью поглощен своей страстью, которая не отпускала ни на минуту. И вот, 28-го отеля 1686 года королевскому обществу была передана рукопись, озаглавленная как «Философия натуралис принципия математика», что в переводе с латинского звучит как «математическое начало натуральной философии». В этом трактате было дано математическое доказательство модели Коперника в том виде, как она была предложена Кеплером. Был математически выведен закон обратных квадратов, объяснены морские приливы и отливы, приведена концепция движения Луны и планет и дана теория перемещения комет. В этом труде были выведены знаменитые три закона движения и самое главное, то, что мы сейчас называем законом всемирного тяготения. Как писал сам Ньютон, «Из небесных явлений я вывел силы тяготения, благодаря коим тела стремятся к Солнцу и планетам. А зная эти силы по другим математическим равенствам, я расчислил движения планет, комет, Луны и моря». Это стало настоящим откровением. Ньютон, если хотите, математизировал и объединил космос и Землю. Он подчинил их одним общим законам, которые сам и открыл. Он установил, что все во Вселенной и на Земле и на небе связано одной единой силой, которую можно было понять и посчитать – гравитацией. Он руководствовался принципом «Природа чрезвычайно проста и сама для себя удобна». Это не хаос, не мешанина из атомов, а объяснимое целое. Абсолютно все в ней подчиняется физике, родоначальником которой и считается сам Ньютон. При этом нельзя считать Ньютона человеком, именно открывшим гравитацию. О ней размышляли и Коперник, и Галилей, и Кеплер. Но Ньютон стал первым, кто математически ее объяснил и показал, как она работает. Это было научной сенсацией. 19 мая Королевское общество приняло решение печатать и издавать эту рукопись. Но денег на это у общества не было. За эту работу взялся сам Галилей, который из своего личного кармана оплачивал печать. Но отгадайте, кто напомнил о себе? Конечно же, Роберт Гук. Он в характерной для него ядовитой манере заявил, что вообще-то закон обратных квадратов – его открытие. А раз вокруг этого закона все и строится, то и благодарить надо его. Ньютону следовало бы написать в предисловии к трактату «Кому мы все обязаны?» И не забывать о помощи старших коллег, а то как-то некрасиво получается. Ммм, опять этот долбанный Гук, возмутился Ньютон, и старая вражда разгорелась с новой силой. Ньютон пришел в такую ярость, что уже было собрался отозвать из печати рукопись. Он назвал Гука человеком, который ничего не делал, лишь притворялся знатоком и хвастался. А теперь он будет забирать у него открытие? Нет, это уж слишком. Он убрал из рукописи все упоминания Гука, о котором там отзывался очень дружелюбно. И высказываясь о своем оппоненте, он утверждал, что Гук, может, о чем-то и догадывался и строил гипотезы. Но он, Ньютон, именно доказывал. Он не выдвигал гипотез и не строил догадок, он выводил законы и математически их обосновывал. Гук ведь был не математик, и Ньютон считал, что он попросту не способен на такую работу. И большинство историков с Ньютоном согласны. Но есть исключения. Так, например, советский физик Сергей Иванович Вавилов в биографии Ньютона, написанной им в 1943 году, утверждает, что Гук совершенно обоснованно предъявил претензии Ньютону и имел приоритет в первенстве открытия закона обратных квадратов. Скромные желания Гука, по его словам, имели полное основание. Но это скорее исключение из наиболее распространенного мнения. И давайте сами попробуем разобраться, на чьей стороне правда. Сейчас будет много имен и дат, так что следите за цепочкой событий. Вернемся немного назад во времени и посмотрим на всю эту историю глобально. Ну ладно, сильно вернемся назад. Вот мы в 1543 году и наблюдаем за публикацией книги Николая Коперника о вращении небесных сфер. Благодаря ему мы меняем гео на гелиоцентризм. И внезапно в запутанных движениях планет обнаруживается явная простота, что позволяет поставить вопрос об устройстве Солнечной системы с чисто механической точки зрения. Спустя чуть больше полувека Иоганн Кеплер открывает законы движения планет, которые будут названы его именем. В 1609 году он выпускает книгу «Новая астрономия», в которой из наблюдательных данных выводит первые два закона. А в 1619 году он публикует «Гармонию мира», в которой выводит третий закон. Кеплер дает понять, что движение планет имеет математическое выражение, но установить причины этих закономерностей не получилось. Он поставил задачу, но сам ее решить не смог, хоть и ощупью подобрался очень близко к ответу. Далее почву для великого открытия готовит Галилео Галилей. Он работал в другом направлении и изучал механику падения тел. Можно сказать, он был отцом рациональной динамики, то есть учения о движении тел под действием различных сил. Он смог разделить реальное движение и случайные силы, то есть трение, сопротивление воздуха и всякое в таком духе. При изучении движения тел по наклонной плоскости, он вплотную подошел к тому, что позже Ньютон сформировал в первый закон движения. Далее в 1645 году в свет выходит книга французского философа Исмаэля Буйо, писавшего под именем Булиальт. Книга весьма консервативная и во многом опирается аж на Аристотеля, но был в ней и один очень интересный момент. Булиальт считал неверной идею Кеплера о том, что притягивающая сила Солнца распространяется только в плоскости вращения планет. Это натолкнуло его на вывод, что сила притяжения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до Солнца. То есть он за 40 лет до Ньютона и Гука высказал то, что стало законом обратных квадратов. Эту же мысль чуть позже высказал итальянский натурфилософ Джованни Боррелли, изучавший движения спутников Юпитера и опубликовавший свои труды в 1666 году. Он также выразил концепцию обратных квадратов, дал некоторые объяснения эллиптичности орбит и поставил задачу выражения центробежных сил. Спустя 7 лет в 1673 году Христиан Гюйгенс на основании опытов Галилея и рассуждений Боррелли изучал движения маятника. Гюйгенс дал выражение центробежной силы и постоянства периодов кругового маятника. И вот тут на сцену и выходят Гук с Ньютоном. Гук в 1674 году опубликовал довольно объемные мемуары, в которых рассуждал о движении тел. И я подчеркиваю слово «рассуждал». Сама работа называется «Попытка доказать движение Земли». В ней он озвучивает идеи о том, что тела взаимно притягиваются друг к другу и рассуждает о прямолинейном движении, которое тело будет совершать до того, как на него окажут влияние сторонние силы. Помимо этого, Гук предполагает, что притяжение тем слабее, чем дальше объект от Солнца, но никак не описывает то, как убывает притяжение. Лишь в 1680 году он в личном письме Ньютону высказывает предположение о том, что притяжение убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. И вот спустя шесть лет явился Ньютон со своими математическими началами и выразил все, что прозвучало выше, математически доказанной форме. Он разложил по полочкам имеющиеся знания, все систематизировал, вывел свои законы и сотряс до основания все устои на то философии. В этой длиннющей цепочке из имен и исследований Гук решил выделить себя как автора закона обратных квадратов, на которого Ньютон обязательно должен ссылаться. Но, во-первых, как мы видим, почва у Исака была широкая, однако именно он смог все это выразить уже не в виде абстрактных гипотез или наблюдательных выводов, а в твердые математические законы. Во-вторых, закон обратных квадратов в этой цепочке прозвучал трижды, и Гук не был первым. Ну и в-третьих, этот самый закон обратного квадратичного убывания Ньютон без проблем мог вывести и сам, основываясь лишь на законах Кеплера. Ресурсы и способности к этому у него были, и ему совершенно не нужны были догадки Роберта Гука. Да, возможно, некоторые идеи Гука подтолкнули Исака к проработке некоторых тем, но лишь к собственной проработке и вычислениям. Никакого плагиата тут и быть не может. Сам Ньютон писал, что если он и видел дальше остальных, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов. Что в данном случае вообще можно интерпретировать как издевку над низкорослым Гуком. Но что можно утверждать однозначно, так это то, что в 17 веке никто, кроме Ньютона, не смог бы написать такую книгу. Ведь такие расчеты невозможно было провести без упомянутого выше метода флюксии, то есть производных, тех самых текущих количеств, до которых Ньютон додумался в чумные годы. Он разработал мощнейший математический инструмент, заложил основы великого и ужасного матанализа и оставил его в секрете. В то время только он знал о таком методе вычислений, и только он мог их произвести. На нападки Гука он ответил, мол, тот сам все передрал у Боррелли, или непосредственно у него. Ведь Ньютон утверждал, что знал о законе обратных квадратов по меньшей мере за 20 лет до этого. При этом он неоднократно указывал, что у Гука был не закон, а лишь осторожное предположение и гипотезы. Сам он не мог произвести такие расчеты, а Ньютон мог и произвел. В итоге Галей нашел подход к пылающему ненавистью Исаку и не позволил зайти этой обиде слишком далеко. Эдмонд отговорил отзывать рукопись из печати, и в результате Ньютон даже один раз упомянул Гука, наряду с именами Рена и самого Галлея. На этом спор и закончился. Кто из них прав и имел ли Гук основания для своих претензий, вы теперь можете посудить сами. А вот на что Гук никогда не претендовал в борьбе с Ньютоном и в чем первенство Исака считается неоспоримым, так это открытие трех законов движения, получивших в итоге имя самого Ньютона. Это главное сокровище математических начал натуральной философии и заслуженно считается фундаментом классической механики. Если вам в школе на уроках физики не рассказывали об этих законах, то у вас был плохой учитель. У меня вот был хороший, и эти Ньютоновские флешбеки до сих пор преследуют меня по ночам в страшных снах. Ну а если серьезно, то давайте разберем эти правила в максимально возможной простой форме, чтобы даже целевым пацанам на лавке стало понятно. Первый закон гласит, что всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не воздействует внешняя сила. То есть при очень грубой демонстрации мы можем положить предмет на стол и наблюдать, как на него действует сила притяжения земли и сила сопротивления стола. Эти две силы будут друг друга уравновешивать, и пока мы не начнем как-либо еще воздействовать на предмет, он останется в покое. Да, первый закон Ньютона говорит нам о том, как правильно лежать, соблюдая все законы физики. Ладно, шутки в сторону, продолжим. Вот мы начинаем воздействовать на предмет и толкаем его. Он начинает катиться по столу с определенной скоростью, и если бы он не встречал противодействующих сил, типа силы трения стола или силы сопротивления воздуха, то так бы и катился дальше с той же скоростью, которую мы задали ему при толчке. В общем-то, этот первый закон нужен для того, чтобы показать нам, что существуют системы отчета, в которых этих противодействующих сил нет, и называются они инерциальными. Но в данном случае наш предмет встречает противодействующие силы, и его движение неравномерно. Рано или поздно эти силы заставят его остановиться, то есть мы наглядно увидим изменение скорости его движения. И это уже эффект от второго закона. Второй закон гласит, что изменение количества движения пропорционально приложенной силе, и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует. То есть вот наш предмет лежит в состоянии покоя. Условно говоря, его скорость равна нулю. Но если мы начнем его толкать вперед, то произойдет изменение его скорости, и он начнет катиться по столу с определенным ускорением, по направлению, куда мы его толкаем. И тут самое важное, это то, что Ньютон разделяет понятие скорости и ускорения. Главная фишка не в самой скорости, а в изменении ее величины и направления, которые пропорционально приложены нами силе. При этом скорость это не просто функция, это вектор, то есть направление. По механике Аристотеля такого разделения не было, но Ньютон доказал, что если какие-то силы воздействуют на предмет, то они передают ему определенное ускорение, которое так или иначе влияет на его скорость. Если бы после нашего толчка на шарик не оказывалось бы воздействия сил притяжения, трения стола и вообще каких-либо других сил, то ничто бы не смогло повлиять на изменение его скорости, и он так бы и катился прямо с той же скоростью. Грубо говоря, если бы на планету не оказывалось влияние притяжения Солнца, то она бы просто двигалась прямо и равномерно. Но Солнце притягивает планету, причем чем ближе, тем сильнее. Это заставляет вектор скорости поворачивать вместе с ходом планеты, что заставляет ее двигаться по орбите вокруг Солнца. В идеальной ситуации это бы привело к круговой орбите, однако небольшое несоответствие скорости планеты и расстояние до светила может сделать эту силу чуть больше или чуть меньше, чем надо, из-за чего орбита искажается до эллиптической. Ну и теперь мы перейдем к тому, что действие равно противодействию. И нет, это не цитата Джейсона Стэтхэма, это непосредственно третий закон Ньютона. Да, он тоже был своего рода философ. Формулируется закон следующим образом. Взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Другими словами, действию всегда есть равное и противоположное противодействие. То есть, если мы начнем давить на наш предмет, то не только рука будет давить на шарик, но и шарик с той же силой будет давить на руку. Этот закон связывает два тела при воздействии. Например, если мы возьмем две пружины и начнем их друг об друга сжимать, то мы увидим, что каждая из них будет сжимать другую с одной и той же силой, но в противоположных направлениях. И это, друзья мои, три закона движения. Вроде как ничего сверхсложного и безумного, просто шарик на столе. Но именно эти принципы объясняют все взаимодействия между телами. Ну а вишенкой на всем этом торте из расплавленных мозгов является закон всемирного тяготения, который гласит, что гравитационное притяжение между двумя телами действует вдоль соединяющей их прямой. При этом эта сила пропорциональна массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. То есть оба предмета притягиваются друг к другу пропорционально их массе. Не только упавшее яблоко притягивается к Земле, но и яблоко притягивает Землю к себе. Правда, из-за того, что масса яблочка чуть-чуть меньше массы планеты Земля, едва ли планета получит большое ускорение от упавшего яблока. Оно будет, но будет неощутимо малым. И вы сейчас такие, наверное, и чё, это и есть та самая великая научная революция, да? Разговоров-то было, господи! Ну вообще, этими простыми правилами можно объяснить взаимодействие абсолютно любых тел самого разного масштаба. Самое главное здесь то, что все эти законы работают во всей Вселенной. Сила притяжения действует и на планеты, и на Солнце, и на долбанный шарик, который мы 10 минут елозили по столу. Механика Ньютона не разделяет материю на небесную и земную, как это было у Аристотеля. Она едина и действует абсолютно на всё. Это стало фундаментальной динамикой, на основании которой можно производить сложнейшие расчеты движения тел, с невиданной ранее точностью. Но, как и во многих научных работах, без ответа остался вопрос почему. Ньютон писал, что ему так и не удалось вывести причину тяготения. Без ответа остались вопросы, что такое гравитация и откуда она происходит. Он предполагал, что её должен вызывать некий агент, подчиняющийся определенным законам. Но является ли он вещественным или нет, Ньютон оставлял на рассмотрение читателю. Сам для себя он заполнил пробелы этой модели теологии. Во-первых, без понимания, как зародилась наша Солнечная система и вообще вся Вселенная, он предположил, что Бог изначально выставил планеты на места, а потом дал так называемый первичный толчок. То есть запустил всё движение, которое уже подчинялось гравитации. Это потом у нас появились теории Большого Взрыва, Стивен Хокинг и вот это вот всё. А тогда Ньютон не смог придумать ничего лучше, чем часовой механизм, который создал и запустил Господь Бог. Но при этом механизм всё время пытается выйти из строя. Исаак понимал, что все планеты притягиваются не только Солнцем, но и друг к другу. Высчитать все эти взаимные воздействия у него не получалось. И встал вопрос, почему планеты и сами звёзды не разлетаются во все стороны, взаимно перетягивая друг друга? Что удерживать их на орбитах? Всё снова сошлось к великому Творцу. Он мало того, что выстроил и запустил всю Вселенную, он ещё и постоянно поддерживал её стабильность и не давал ей разлететься, превратившись в хаотичный винегрет из гравитации. Но это всё осталось за скобками, а мир увидел прекрасный математический трактар. Его первое издание вышло в начале июня 1687 года. Довольно скромным тиражом 300-400 экземпляров, но при жизни Исаака вышло и второе, и третье издание. Так что математические начала натуральной философии оказали огромное влияние на общество и науку. Конечно, нашлись и консерваторы, типа Джованни Кассини, которые усомнились в его теории, но это совсем не то же самое, что было с Коперником или Кеплером. И уже к концу того столетия модель Ньютона стала традиционной системой взглядов во всей европейской науке. Так произошло событие, которое изменило не только ход развития всей науки, но и жизнь самого Ньютона. Не только труды Исаака вышли в свет, но и он сам. Он внезапно для самого себя понял, что не хочет до конца жизни быть зажатым стенами университета. Он осознал свои выдающиеся достижения и способности, и его самоуверенность, а, возможно, и тщеславие, двинули его в сторону публики. Причем не только в научное сообщество, но и в круги политиков. Началось все ни много ни мало с прямого конфликта с королем Англии Яковом II. Причем случилось это на религиозной почве. Дело обстояло так, что Яков был вполне лоялен к католикам и понемногу втискивал их в разные слои общества. Не стали исключением и университеты. И когда король попытался посадить ярого сторонника Папа Римского в совет Кембриджа, домашние протестанты остро возразили, а вместе с ними возразил и Ньютон, который католиков ненавидел. Такое непоминовение тут же привело к довольно суровому суду над компанией бонтарей и грозило им всем лишением должности и жалования. Мигом был уволен вице-канцлер университета, но в отношении остальных судья сменил гнев на милость и все обошлось лишь предупреждением. Это событие, хоть и имело опасные обстоятельства, также возбудило в Ньютоне интерес к общественной жизни. И вот, когда в 1688 году случилась так называемая Славная Революция, Яков был свержен собственной дочерью Марии, которая заняла престол вместе со своим мужем Вильгельмом Аранским. Ну и какое нам до этого дело? А такое, что новые монархи заметили Ньютона и его пыл в борьбе с неправомерными указами короля. К тому же, теперь его окружала слава автора математических начал. В итоге, год спустя, они способствовали тому, чтобы Исаак был избран одним из двух представителей университета в национальном собрании, которое вскоре стало парламентом. Но как парламентарий Ньютон себя не особо проявлял и редко участвовал в прениях. Есть даже такая байка, что в своем единственном выступлении он встал с места лишь для того, чтобы попросить Швейцара закрыть окошко. Потому что ему, видите ли, дует. Скорее всего, это просто легенда, и по ней он попросил закрыть не окошко, а дверь. Но интересно то, что вскоре после этих якобы произошедших событий Ньютон серьезно простудился. Так что, может быть, и следовало попросить Швейцара закрыть дверь. Правда, тогда в парламенте стало бы слишком уж душно. В любом случае, Ньютон, которому было уже под 50, наконец явил себя миру и активно обрастал знакомствами и связями. Среди его новых приятелей были, например, известный философ Джон Локк и чиновник английского адмиралтейства Сэмюэл Пипс, с которыми он активно переписывался. Не забыл Ньютон и про королевское общество, на собрание которого регулярно ходил, даже несмотря на присутствие на них Роберта Гука. При этом, его научный авторитет неумолимо рос, а влияние ширилось теми же темпами, какими расходились экземпляры математических начал. Исаак, по мере своих связей, начал продвигать своих сторонников в научной иерархии и быстренько распихал всех своих учеников по университетам в качестве профессоров. Эдмонда Галле даже на пост одного из старших преподавателей в Оксфорде. Это было выгодно и ему самому, ведь сторонники, будучи преподавателями, рассказывали на своих лекциях в том числе и о его теории тяготения, тем самым распространяя его идеи все шире и шире. Позже одного из своих учеников Уильяма Уистона Ньютон даже усадил на свой собственный пост старшего профессора математики в Кембридже, сделав его своим преемником. Правда, карьера эта долго не продлилась, ведь Уильям не только поддерживал теорию тяготения учителя, но и разделял его нетрадиционные христианские взгляды и был таким же закоренелым Арианином. Однако, в отличие от своего учителя, не смог удержать это в секрете, даже толстяную книгу об этом написал. Так что вскоре он был с позором уволен из колледжа. Но помимо новых социальных связей, Ньютон завел знакомство и с молодым человеком по имени Никола Фатио Дюлье, предприимчивым и пылким юношей швейцарского происхождения. Они познакомились на собрании королевского общества, которое 25-летний Фатио впервые посетил как иностранный гость в Лондоне. Он тоже был своего рода ученый и был страстным почитателем трудов Исаака. Встречу с автором начал, он сравнивал чуть ли не встречи с Господом Богом. И вот они познакомились и между ними возникла настолько плотная дружба, что многие сейчас считают, что за ней было нечто большее. Одно время даже сам Ньютон хотел переехать к Фатио, чтобы тот помогал ему в его экспериментах. А в личной переписке был с ним настолько откровенным в адрес своих коллег, что только по ней на Исаака можно было собрать неплохой такой компромат. Но если смотреть на сухие факты, то у нас нет абсолютно никаких оснований думать, что за этой дружбой скрывалась сексуальная связь. Тогда любая переписка состояла из зашкаливающих любезных эпитетов и возвышенных восторгов. Мой горячо любимый друг, я ваш покорный слуга, позвольте преклонить перед вами колени. Все это встречалось сплошь и рядом, и едва ли за этим каждый раз скрывалось какое-то непотребство. Более того, отсутствие таких эпитетов даже считалось грубостью и дурным тоном. Ну а что касается откровенности Ньютона, то будто бы у вас никогда не была друга, с которым вы бы перемывали косточки своим коллегам. Многие сторонники версии их связи указывают на то, что у Ньютона ведь не было никаких отношений с женщинами, а значит где-то должно было всплыть что-то гейское. Да, Ньютон ни разу не фигурировал в любовных похождениях по барышням Лондона, но это ни в коем случае не доказывает, что Ньютон и Фатио закрывались в профессорской аудитории Исака и выясняли, кто же из них был Кембридж-мастер. Сейчас почти все историки сходятся на том, что Ньютон был асексуален, то есть не имел сексуальной тяги никому вообще. И единственное гейское, что было в его жизни, это, пожалуй, открытие символики ЛГБТ. Так что вероятнее всего это была просто очень пылкая и довольно скоротечная дружба, которую, между прочим, Фатио заводил еще много с кем. Такие же плотные отношения у него были и с Гюйгенсом и с Локком, так что либо Фатио совратил половину Лондона, либо, как некоторые считают, был самым обыкновенным подхалимом. Ну а может быть он просто был приятным человеком, с которым всем было комфортно общаться. В любом случае еще одну байку про Вэри Мюзишуал джентльменов мы себе в копилочку положили. Приблизительно в это же время к Ньютону приходило осознание того, что расцвет именно его математического гения подходил к концу. Ему стукнуло 50, период оригинальных мыслей и революционных идей уже позади. И теперь он занимался укреплением своих научных позиций и распространением своих открытий. Но при этом он не хотел так до конца жизни и оставаться зажатым в стенах колледжа. Он искал более почетное и оплачиваемое занятие. Он хотел большего, а чего Ньютон хочет, того он добивается. Через Джона Лока он начал искать вакантные административные посты с престижем и достойной оплатой. Больше всего ему хотелось получить место при монетном дворе Лондона. Но пока что предлагались лишь должности вроде администратора дома престарелых, что амбициозный Исаак без раздумий отвергал. Шло время, на дворе был 1693 год. Ньютону уже перевалило за 50, но дело с места не двигалось. Он начинал нервничать и дергаться по этому поводу, а его физическое здоровье понемногу ухудшалось. Он почти ничего не ел, страдал от сильнейшей бессонницы и понемногу терял связь с реальным миром. В итоге все это обернулось внезапным нервным срывом, который погрузил разум Ньютона в пучину хаоса. Все началось с двух странных писем, которые он написал Локу и Пипсу. В них он в какой-то хаотической мешанине из размышлений то обвинял их в чем-то, то просил оставить его в покой навсегда, то желал смерти собеседнику, то в следующем же абзаце уже извинялся за это. После этого Исаак вообще оборвал все связи с внешним миром и опять заперся в своих покоях в Кембридже. Все они на шутку перепугались, а слухи со скоростью испорченного телефона начали разлетаться по всей Европе. Шептались, что автор начал сошел с ума. Кто-то говорил, что после пожара в его кабинете, уничтожившего ценные манускрипты, он впал в безумие и помешательство. Кто-то утверждал, что все это из-за безуспешных поисков достойного поста. Но вся эта молва была сильно преувеличена. Пожар в покоях Ньютона действительно был, но намного раньше. И да, он уничтожил некоторые записи Исаака, но никакого глобального долгосрочного эффекта это не возымело. Это не было помешательством и утратой рассудка. Это была глубокая депрессия, вызванная накопившимся многолетним переутомлением. Встревоженный Пипс подослал к Ньютону одного общего знакомого, чтобы разведать ситуацию. И тот вскоре сообщил, что Ньютон действительно плохо себя чувствует и еще хуже спит, но при этом пребывает в рассудке, передает глубочайшие извинения за то странное письмо и в принципе не вызывает больших опасений. Вскоре Ньютон сам вышел на связь и в своих письмах Локу и Пипсу приносил извинения за те странные высказывания и сообщал, что его ему спать пять ночей подряд. Друзья в ответ выражали слова поддержки, но Пипс при этом провернул ловкий трюк. В своем письме к Исаку он как бы невзначай вбрасывает небольшую задачку, касающуюся игры в кости и шансов выпадения четверки. Вполне простой вопрос, какой же математик на это не даст ответ, но возможно Пипс хотел, так скажем, проверить, не утратил ли хандрящий гений свой талант. Ньютон ответил, что ему уже лучше и дал утешительно точные расчеты. Так что можно сказать, что опасность миновала. Вообще есть версия, что это было не что иное, как побочные эффекты от занятий алхимией. Ньютон якобы просто отравился парами ртути, что действительно может повлечь нарушение сна и склонность к параноидальным идеям, что мы собственно и увидели. Более того, современные исследования волос Ньютона действительно показали большое содержание свинца и ртути, однако эта версия все равно считается несостоятельной. Во-первых, при ртутном отравлении должны были быть и другие симптомы, дрожание конечностей и гниение зубов, но ничего этого не было. Во-вторых, отравление ртутью это такая штука, которая лечится довольно долго и сложно, особенно в то время. Но Ньютон выздоровел довольно быстро и без последствий, так что если он и баловался приемом ртути, то делал это умеренно и со строгим соблюдением алхимических традиций. Например, так. В общем, к ноябрю 93-го года Исаак возобновил переписку со своими респондентами и вернулся в мир. Вся эта история говорит нам о том, как человек может сорваться после многолетнего изнурительного труда, постоянно испытывая проблемы в общении с людьми и перенося многочисленные душевные переживания. Никто из нас не является бесчувственной железной машиной. Не был таким и Ньютон. Это помрачение все же быстро рассеялось и от него уже совсем не осталось и следа, когда Ньютон таки добился своей главной цели. Приблизительно в то же время его давний приятель по Кембриджу Чарльз Монтегю добился для себя назначения на пост канцлера казначейства в Великобритании. Чарльз вполне успешно делал себе политическую карьеру и эта должность, сравнимая с современным министром финансов, давала ему колоссальные возможности для покровительства. Очень удобно для Ньютона, скажем так. Но и стоит ли удивляться, что в 1696 году Чарльз предложил ему пост хранителя монетного двора. Это, конечно, некоторое кумовство, но, согласитесь, один из величайших математиков в истории — вполне неплохая кандидатура на должность, играющую далеко не последнюю роль в национальной экономике. К тому же, в то время эта самая экономика была в самой настоящей кризисе. Казначейству требовались талантливые люди. Проблема была в том, что в обращении было слишком много серебряных монет ручной выделки, а фальшивомонетчики или, как их в народе называли, шлепальщики, стали настоящей бедой для страны. Приблизительно 90% находящихся в обращении монет были фальшивыми или неполновесными, так что ситуацию можно было назвать катастрофической. Власти решили, что нужен массовый выпуск новых монет, а старые и фальшивые изобращения нужно изъять. Эта работа и была поручена Ньютону, который взялся за нее с присущей ему маниакальностью. К вопросу он подошел с полной отдачей, строго и целеустремленно. Он познакомился с мельчайшими подробностями функционирования монетного двора, разработал новый план чеканки монет и открыл настоящую охоту на фальшивомонетчиков. Он сам расследовал дела, допрашивал обвиняемых и присутствовал на судах. Это, конечно, плохо вяжется с образом великого ученого, к которому мы привыкли, но Исаак Ньютон со своим незаурядным интеллектом был действительно талантливым сыщиком, и много фальшивомонетчиков благодаря ему отправились на эшафот. Стоит сказать, что и сам монетный двор до прихода Исаака был организацией запущенной и очень коррумпированной. Тогдашний директор Томас Нил, который был непосредственным начальником Ньютона, был никчемным карьеристом, взяточником и транжирой. Часть его личных доходов как раз держалась на откатах шлепальщиков, но тут явился Ньютон и этих шлепальщиков начали вешать одного за другим. Однако, под руководством нового хранителя монетный двор из захудалой мануфактурки за пять месяцев превратился в мощный стабильно функционирующий финансовый орган. Из-под его станков еженедельно выходило до 150 тысяч фунтов стерлингов в серебряных и золотых монетах. Операция по чеканке монет была выполнена блестяще и уже через два года после вступления Ньютона на пост взяточник Томас Нил был уволен, а Исаак занял его место и стал директором монетного двора. Высочайшая должность в Лондоне, которая сохранилась за ним на всю жизнь. Параллельно всем этим событиям у Ньютона произошел еще один подъем в карьере, но уже на научном фронте. Почти сразу же после прибытия в Лондон его избирают в Совет Королевского Научного Общества, что тоже было неплохо. Однако Ньютон не принимал особого участия в его деятельности, ведь секретарем тогда все еще был ненавистный им Роберт Гук. Но в 1703 году случилось самое радостное событие в жизни Ньютона. Гук умер. Ладно, Исаак не был таким злорадным, но именно после этого он принял приглашение стать президентом всего Королевского Общества и в том же году был избран на этот пост. Теперь ничто и никто ему не мешал впустить свои когти в захудало кружок ученых и сделать из него великий институт науки, которому он всегда хотел его видеть. Он уже имел успешный опыт администратора при монетном дворе и точно так же навел в королевском обществе порядок железной рукой. В ближайшие два десятилетия он формирует строгую дисциплину, другой порядок работы и новые направления деятельности общества. Ньютон единолично вводит в обиход совершенно новый образ ученого и науки в целом. Он кардинально изменил все, даже подыскал новую резиденцию для собраний общества. Занятно, что при переезде на новое место совершенно случайно пропал единственный прижизненный портрет Роберта Гука. Благодаря этому неожиданному событию мы не знаем как он выглядел на самом деле. Именно поэтому я показывал вам такой странный портрет и именно поэтому его порой изображает весьма карикатурно. Как например в сериале с Нилом Тайсоном где Гука показали каким-то блин голумом. Тот портрет который чаще всего попадается в поисковых запросах не что иное как реконструкция внешности основанная на словесных описаниях его знакомых составленная уже после смерти Роберта. Так что точность этого изображения оставляет желать лучшего. И вы конечно же не могли не заметить моих толстых намеков на случайности этого события. Да бытует мнение что Ньютон поспособствовал тому чтобы портрет Гука потерялся при переезде. А многие считают что он лично его ну так скажем потерял. Есть даже байка по которой Ньютон в порыве ненависти лично сжег портрет своего главного врага обезличив его навеки. Эту историю транслируют и упомянутый уже сериал с Тайсоном и книги отечественного математика Владимира Арнольда. Но на самом деле вообще ни одного доказательства. А некоторые историки считают что портрета Гука и вовсе никогда не существовало. Да весьма велика вероятность того что Ньютон приложил руку к тому чтобы портрет Гука не мозолил ему глаза в новорезиденции королевского общества. Но что именно случилось мы уже не узнаем. В любом случае Роберт Гук остался для Ньютона в прошлом. Но не стой думать что всю остальную жизнь Исаак провел как прибалдевший хиппи взявшись за руки с коллегами. Параллельно всем событиям в этой главе случилась и очень скверная история с Джоном Флеймстидом. Это еще одна не очень приятная глава в нашей истории конфликт с Флеймстидом который также лег тенью на биографию Исаака. При этом история этого конфликта выставляет нам нашего героя в не самом благовидном свете. Если другие его разборки были спорными то тут наш Исаак Исаакович однозначно неправ. Джон Флеймстид был королевским астрономом работавшим в Гринвичской обсерватории. Он был талантливым наблюдателем и работа всей его жизни заключалась в составлении большого каталога неподвижных звезд. Забегая вперед можно без преувеличения сказать что этому каталогу было суждено стать настоящей библией для наблюдателей на ближайшую сотню лет. Флеймстид был действительно хорош и помогал Ньютону наблюдательными данными еще при написании начал. Так что когда Исаак в 94 году решил углубиться в расчеты движения Луны так называемую лунную теорию Ньютона он снова обратился за помощью к королевскому астроному. Тот по доброте душевно и согласился помочь ведь хотел завоевать расположение известного коллеги. Он предоставлял данные своих наблюдений Луны но Ньютон довольно быстро начал требовать все новые и новые результаты ставя под сомнение корректность тех что противоречили его теориям. Им тут нужно снова забежать вперед сказав что разбирая тонкости движения Луны Ньютон не сыскал большого успеха. Он бился над расчетами но данные не сходились. Он нервничал психовал и в итоге обвинил во всем Флеймстеда мол у того данные кривые. Не может же он сам что-то неправильно насчитать. Королевскому астроному это естественно не понравилось и в ответ он тонко намекнул что может это не данные а теории кривые но что Ньютон само собой взорвался недовольством и возмущениями. Критику он все так же не переносил. Он решил что сможет избежать этих пререканий если просто предложит Флеймстеду деньги за сырые данные но тот воспринял это как личное оскорбление. Это выглядело так будто Ньютон обращается с ним как с лакеем или простым наемным батраком а Флеймстед думал что вносит вклад в работу равноправного коллеги но нет Ньютон толстый намекнул мол мы на разных уровнях. В итоге Флеймстед так и не предоставил данных удовлетворяющих Исака позволявших закончить лунную теорию. В переписке они обменялись разочарованиями друг в друге и несколькими токсичными плевками на том они сохранив вооруженный нейтралитет и разошлись как в море кораблей но лишь на время. Прошло 10 лет Исаак Ньютон стал директором монетного двора президентом королевского общества завел обширные связи в самых высших кругах Лондона и понемногу становился авторитарным патриархом английской науки. Его авторитет становился непререкаем но что ему не давало покоя так это нерешенная задача с движением Луны. И вот в 1704 году он снова навестил Флеймстида под предлогом узнать как продвигаются дела со звездным каталогом данные из которого Ньютону были нужны. Флеймстед ответил мол потихонечку работаем но потом произошел троллинг астроном как бы невначай указал на математическую ошибку Исаака в началах на что тот сдержанно но все же пригорел однако Флеймстед на этом не остановился он отметил некоторые публикации Ньютона но вместо того чтобы выразить свое восхищение как это делали абсолютно все вокруг начал тыкать Ньютона носом в ошибки и в качестве кульминации своего перформанса показал Исааку некоторые свои данные по луне демонстрирующие что лунная теория Ньютона полна противоречий и ошибок вы представляете вы представляете какую жирную пощечину он отвесил самовлюбленному и горделивому Исааку Флеймстед знал что Ньютон не выносит критики и нанес ему сокрушительный удар по самому больному месту я не удивлюсь если он это неделями репетировал в итоге Ньютон как ошпаренный выбежал из здания обсерватории затаив глубочайшую обиду и уже формируя план страшной мести как раз тогда Флеймстед готовил к печати свой каталог но не хватало только последней главы рукописи он откладывал сдачу в печать под предлогом что каталог еще не готов что постепенно формировало недовольство работой королевского астронома Ньютон нашел эту лазейку и пустил в ход связи далее все как по волшебству Флеймстеда не взяли в комиссию по надзору за печатью его отстраняют от всех заседаний касающихся его каталога в этот самый каталог вносят правки без его ведома издателю назначают денежную премию за печать но самому Флеймстеду за его 30-летнюю работу не перепадет ни гроша когда он возмутился почему так ему сказали мол ты ж королевский астроном сидишь на окладе ну вот и сиди дальше и помалкивай единственным козырем в рукаве Джона Флеймстеда оставалась последняя часть рукописи передачу но в 1708 году по какому-то невероятнейшему совпадению выходит мандат королевы позволяющий членам королевского общества беспрепятственно пользоваться данными гринвичской обсерватории то есть данными Флеймстеда Джону был предъявлен жесткий ультиматум либо он отдает все данные прямо сейчас либо это будет расценено как неподчинение приказу ее величества что влечет за собой последствия я думаю вы сами догадываетесь какие при этом Флеймстед висевший на краю бедности был исключен из королевского общества за неуплату членских взносов если что его жалование королевского астронома составляло всего лишь 100 фунтов в год очень мало и по тем временам к тому же на эти же деньги ему приходилось обслуживать обсерваторию так что там действительно было не до взносов в итоге у него просто отжали его работу в 1712 году напечатали в том виде в котором хотели Ньютон получил нужные ему данные а Флеймстед остался ни с чем уже через год вышло второе издание математических начал с куда более подробными расчетами о Луне но при этом все упоминания Джона Флеймстеда были вычеркнуты позже Флеймстед за свой счет начал готовить второе издание каталога в том виде в котором он хотел его видеть но до печати увы не дожил и умер в 1719 году усилиями жены и детей это издание таки вышло в свет в 25 году и в конечном итоге стало настоящей гордостью Англии а первые правки в него внесла лишь Каролина Гершель спустя почти сотню лет как мы видим Исаак Ньютон не был идеальным человеком а местами перестает перед нами в очень уж плохом свете таковы были принимаемые им издержки человечности по пути к выстраиванию института новой науки да иногда он не просто стоял на плечах гигантов а прямо таки ушел по их головам но нельзя отрицать что именно Исаак Ньютон создал и укрепил английскую научную школу к тому же этой самой школе предстояла еще одна куда более жесткая битва дуэль гениев накрывшая всю Европу Знаете когда я говорил что в 17 веке никто бы не смог написать начало ведь интегральное исчисление было подвластно одному лишь Ньютону я немножечко слукавил был еще один математик которого наравне с Ньютоном считают отцом математического анализа и что самое интересное он жил в то же время что Ньютон этого человека звали Готфрид Вильгельм Лейбниц Лейбниц был немецким математиком механиком и философом родившимся в Лейпсиге 1 июля 1646 года всего на 4 года позже Ньютона Ладно я пожалуй не буду начинать новый биографический ролик а лишь скажу что Лейбниц по праву считается великим человеком отцом математической логики который также описал двоичную систему счисления сформировал закон сохранения энергии и зародил понятие кинетической энергии но среди его достижений числится и открытие интегрального и дифференциального исчисления как раз в то время когда Ньютон писал начало чувствуете чем пахнет они в одно и то же время открывают практически одинаковые методы математических расчетов этим двум титанам было суждено зайти в битве за приоритет в открытии и так оно и случилось в начале 18 века эта разборка стала одним из самых громких конфликтов в истории математики а драчки Ньютона и Лейбница легли темными пятнами на обе биографии забивать ваши головы математика я сейчас не буду вы наверное еще от закона тяготения не отошли так что не переживайте мы будем разбирать сам конфликт кто в этой войне все таки был прав и есть ли в этой истории таковые вообще спойлер нет в 1684 году за три года до публикации начал в немецком научном журнале акта эрудиторум появляется небольшая статья Лейбница в которой описывается метод дифференциального исчисления на основе бесконечно малых это копия той статьи и тут латынью по коричневому напечатаны формулы поиска производных а точнее дифференциалов это первые опубликованные расчеты такого типа и первый выход в свет дифференциального исчисления казалось бы все круто математики континентальной Европы начинают использовать этот метод в расчетах и все счастливы но в 1704 году спустя 20 лет выходит большой одноименный трактат Ньютона по оптике в котором он в одном из приложений описал свой метод флюксий который от расчетов Лейбница отличался разве что терминологией и последовательность тут вполне очевидна Лейбниц опубликовал раньше значит он молодец а Ньютон слоупок и плагиатор на что сам Лейбниц тоненько так намекнул своей рецензией на оптику и как вы думаете какая последовала реакция от ранимого и обидчивого Ньютона правильно разгорелся такой скандал что полыхала вся научная Европа и это точно нельзя сравнить с дуэлью двух благородных джентльменов в ход шли все доступные средства от подставных свидетельств до ядовитых заявлений целых общественных движений это была настоящая грызня двух котов в которой большая часть ударов наносилась ниже пояса итогом всего этого стало то что оба научных гения умерли непримиренными заклятыми врагами и только потом история расставила все на свои места благодаря этому мы можем отследить хронологию событий и сделать объективные выводы сами для этого нам снова придется реконструировать цепочку событий и заявлений так что следите за датами и за цифрами два главных события в этой цепи мы уже знаем публикация Лейбница в 1684 году и публикация Ньютона в 1704 но если вы внимательно смотрели то помните что еще во второй главе я говорил что метод флюксии был разработан Ньютоном в те самые чумные годы в 65 и 66 но тогда Ньютон просто убрал эти идеи в стол и применил их лишь при поиске доказательств закона обратных квадратов который позже просил у него Галлей в той самой рукописи о движении которую он прислал Эдмонду метод флюксии фигурировал но проблема в том что эта рукопись была написана в 85 году уже после публикации Лейбница так что она в общем-то ничего не доказывает Ньютон ни о чем не подозревая два года занимается написанием самих начал и в 87 году они выходят в свет там там тоже фигурирует его метод но лишь местами полностью опираться на него при всех расчетах значит писать и без того сложную книгу на совершенно новом математическом языке Ньютон боялся что его вообще никто не поймет а потому к производным прибегал как можно реже тем не менее народ начал шушукаться типа смотрите-ка это очень похоже на дифференциалы Лейбница и само собой слухи быстро дошли до Исаака мол этот метод используется одним немцем и вся математическая Европа следует за ним друзья Ньютона знавшие что метод флюксии это очень старая идея настаивали на том чтобы он заявил о ней отдельно и опубликовал но Ньютону было не до этого он воевал с Гуком и ловил хайп от публикации начал дошло до того что в 95 году друг Ньютона математик Джон Валес начал открыто давить на Исаака заявляя ему вы не заботитесь как следует о вашей чести и о чести всей нации удерживая столь долго ваше ценное открытие в секрете да в спор вмешалась политика и вопрос поворачивался таким образом что немецкий математик сделал открытие и его метод триумфально идет по всей Европе а английский математик помалкивает в тряпочку это как бы не очень соответствует национальным интересам и негативно сказывается на престиже всей английской науки но такой выпад на Ньютона не подействовал и будто бы скрыто боясь нового конфликта он не триггернулся и на вызов швейцарского математика Иоганна Бернулли сторонника Лейбница Бернулли в 1697 году бросил вызов якобы всем математикам Европы но по факту направлен он был именно в Ньютона вызов заключался в том что Бернулли сформулировал задачу которую можно решить лишь используя дифференциальное исчисление так называемая задача о брахистохроне Лейбниц ее решил за один день а Ньютону чтобы не ударить в грязь лицом тоже следовало бы это сделать Ньютон принял вызов и судя по записям его слуги решил задачу за 12 часов при этом вышел из положения очень красиво он опубликовал решение в философских трудах королевского общества но при этом не подписался Бернулли однако все понял и тактично слился восхваляя Исака фразами я отгадал автора как льва по следам когтей так что Ньютон продемонстрировал свое знание темы не влезая в сам конфликт и лишь в 99 году когда тот самый близкий друг Ньютона Фатио Дюлье опубликовал небольшую книгу в которой открыто говорит о приоритете Исака и намекает на плагиат Лейбница Ньютон все-таки решил выступить в то время он готовился обобщить и опубликовать все свои знания и открытия полученные в области оптики те самые исследования света и цвета рассказать о том как строил зеркальный телескоп и вообще там много всего книжка получилась довольно толстая но что в данном вопросе важнее всего к оптике Ньютон в качестве приложения добавил два трактата де квадратуре курварум и эномират теолинеарум в них Ньютон и дал долгожданное описание своего метода флюксии и все это вышло в свет в 1704 году фигуры были расставлены на доске и шахматная партия за честь и престиж началась в том же 1704 году в том самом немецком журнале акта эрудиторум появляется анонимная рецензия на оптику Ньютона в ней выдвигаются одобрительные похвалы в адрес Исака но его метод объясняется терминологией Лейбница другими словами немцы заявили типа англичане конечно молодцы но вообще-то все это придумали мы не было уверенности кто же автор этой анонимной рецензии хоть Ньютон и был абсолютно уверен в том что ее написал сам Лейбниц доказательств у него не было однако уже после смерти Лейбница в его записях был найден черновик этой самой статьи написанной его почерком Ньютон воспринял эту рецензию как прямое обвинение в плагиате и разразился скандал Исаак не стал прятаться за маской анонимности и нет не выступил с открытым нападением на противника а начал писать и публиковать обвинительные статьи руками своих учеников и членов королевского общества так например уже в 1708 году его ученик Джон Кейл пишет статью восхваляющую метод флюксии Ньютона при этом называет учителя несомненным изобретателем метода а далее пренебрежительно сообщает что такое же исчисление опубликовано уже позднее Лейбницем который просто изменил название метода использовал другой вид и способ обозначения на языке этого времени это не только серьезное обвинение но и прямое оскорбление чести Ньютон руками Кейла нанес оппоненту оглушительную пощечину шлепок от которой раздался на всю Европу Лейбниц естественно не мог оставить такой без ответа и будучи при этом иностранным членом королевского общества в Лондоне пишет в общество жалобы на Кейла мол не оборзел ли тот и само собой жалоба приходит в руки президенту королевского общества а это как мы помним сэр Исаак Ньютон Ньютон будучи человеком честным не мог оставить без внимания такое важное обращение и собирает независимую международную комиссию из членов общества дабы разобраться кто из них прав и стоит ли наказывать Кейла за такой дерзкий шаг ну я надеюсь вы поняли что все это было постановкой комиссия хоть и называлась независимой и имела международный статус на сто процентов состояла из ставленников Ньютона это были либо его ученики либо те кому он помогал либо просто его сторонники на 50 страничном отчете этой комиссии вышедшей в 1713 году все единогласно встали на сторону Кейла заявив что в его словах нет ничего несправедливого по отношению к Лейбницу а он сам был признан пладиатором и последней дешевкой Лейбниц просто взорвался ненавистью от такого плевка он написал письмо уже лично Ньютону в котором всю эту комиссию ровно как и всех сторонников ИСАКО называл личными Энфанст Пердус Ньютона и нет пока вы ничего не успели подумать это переводится как разведывательный патруль на современном языке хомяки Самого Ньютона Лейбниц уже открыто поносил всеми словами называя его обманщиком и мошенником он утверждал что закон тяготения тот украл у Гука что наблюдение тот как настоящий бандит отжал у Флемстида и вообще он настоящий тиран который тормозит всю английскую науку Ну а далее оппоненты уже просто переходят на личности и спор теряют последние крупицы конструктива масла в огонь подливали и политики которые наблюдали за всем этим как за спортивным состязанием которое и для них самих стало в некотором роде соревнованием в национальном престиже они постоянно посылали в драчку кого-нибудь кто еще больше разжигал эту бессмысленную вражду между математиками дело резко обернулось против Лейбница когда в 1715 году на престол Англии взошел Георг I Лейбниц так скажем достался ему по наследству от отца и служил ему придворным историографом но Георг его не любил когда математик хотел быть приглашенным к королевскому двору в Лондоне он встретил ожесточенное сопротивление английской научной элиты подконтрольной Ньютону и должности при дворе Готфред Вильгельм не получил Лейбниц остался жить в Ганновере и даже получил публичное порицание от Георга за то что Мелли навел составление истории его рода его просто загнобили со всех сторон и когда в ноябре 1716 года он слег с простудой в теле 70-летнего математика не нашлось сил чтобы бороться с болезнью и 14 ноября Лейбниц умер но конфликт и на этом не закончился Ньютон писал что это он надорвал сердце оппонента и тем самым одолел его таким вот образом Исаак до конца своей жизни был наполнен ненавистью к своему врагу и когда через 10 лет умирал сам так и не простил его По итогу мы можем назвать этот спор самой ожесточенной и самой бессмысленной грязнёй в истории математики И Ньютон и Лейбниц отравили свои последние годы ненавистью и ни для кого из них это не прошло без последствий Этот спор лег тяжелой тенью и на их здоровье и на их репутацию среди современников и на их след в истории Они оба умерли непримиренными врагами и никто из них не ощутил вкуса победы Но у нас без ответа остался первопричинный вопрос кто же был первым на самом деле кто раньше придумал это чертово дифференциальное исчисление Сейчас историки практически единогласно сходятся во мнении что первым был Ньютон И тому есть ряд доказательств Надеюсь вы обратили внимание на то что в нашей хронологической цепочке остался большой пробел между изобретением метода флюксии в чумные годы и публикацией Лейбница Я специально разорвал хронологию чтобы вы смогли сначала ощутить накал и последствия спора при этом оставил истинный ответ в стороне Ведь для многих участников конфликта настоящие его причины были не важны Это была политическая игра за престиж и влияние Истина кроется в том что между чумными годами и публикацией в акта Эрудиторум Ньютон и Лейбниц вели переписку и долгое время они поддерживали нормальные отношения но добрые друзья и коллеги просто столкнули их лбами в результате чего и произошло все то что я описал выше Теперь же мы разберем те немногие детали предшествовавшие конфликту которые дадут нам ответ об истинном приоритете и покажут что они были адекватные люди и ни один из них этого конфликта не хотел Ньютон понимал что флюксии это сильный математический инструмент который давал ему огромное преимущество над другими математиками однако он тогда абсолютно все писал в стол и ничего не публиковал лишь первые стычки с Гуком натолкнули его на мысли что научное сообщество в целом это аквариум из акул где каждый хочет урвать себя по собственному открытию единственный человек с которым Ньютон тогда делился некоторыми своими идеями был Исаак Барроу его наставник в Кембридже в 1671 году Ньютон предоставил Барроу рукопись в которой без изложения самого метода рассказал о текущих числах то есть о флюксиях Барроу был в шоке и просто молил Ньютона опубликовать эти работы но тогда еще молодой затворник наотрез отказался и единственное чего Барроу добился это разрешение показать эти записи своему коллеге Джону Коллинзу но опять же без публичной печати Ньютон вступает в переписку с Коллинзом и позже в 1772 году послал ему еще одно письмо в котором немного дополнил описание флюксий и это самое письмо станет главной деталью во всем этом запутанном клубке но также Ньютон общался с Генри Ольденбургом секретарем королевского общества который был очень добродушен к Исааку и тоже был в курсе математических исследований Ньютона и вот расклад такой что к 1672 году о существовании метода помимо Ньютона знало три человека Бару Коллинз и Ольденбург и тут появляется Лейбниц в 73 году он посетил Лондон побывал на собрании королевского общества и лично познакомился с Ольденбургом обсуждая математику в личной беседе секретарь общества поведал Лейбницу что есть такой математик Ньютон который разработал новый общий метод при этом никаких деталей секретарь не раскрыл в 76 году Лейбниц снова проездом в Лондоне и лично знакомится уже с Коллинзом более того даже гостит у него несколько дней ходили слухи что при этом Коллинз мог показать ему некоторые неопубликованные записи Ньютона но было ли это на самом деле и если да то те ли самые записи о флюксиях увидел Лейбниц доказать невозможно тем не менее позже когда разгорелся спор сторонники Ньютона утверждали что именно тогда Лейбниц и увидел то самое письмо Ньютона написанное Коллинзу в 72 году и именно из него немец и узнал о флюксиях но как я уже сказал никаких доказательств этому нет что впрочем и не важно по возвращению в Париж Лейбниц написал Ньютону напрямую и сообщил что тоже в этот момент разрабатывает новый общий математический метод Ньютон конечно не спешил делиться всеми своими секретами но тонко намекнул на них загадочным уравнением которое может показаться бессмысленным но на самом деле и уравнение и прилагающаяся к ним задача были шифровками разгадкой этого шифра и был метод флюксий и вы сейчас наверное спросите что еще за код да винчи какие блин шифровки но нет в принципе это распространенная практика для научных идей еще не получивших окончательный вид и не дошедших до публикации тем самым Ньютон так скажем закреплял свой приоритет и когда позже возникнет спор о первенстве он продемонстрирует эту шифровку и скажет видите здесь все было написано но вы этого не увидели однако случилось то чего Ньютон точно не ждал Лейбниц без труда расшифровал его послание и в 1673 году ответил ему достаточно ясным изложением основ дифференциального исчисления отличающегося от флюксий лишь формулировками и символикой стало ясно Лейбниц тоже в теме и тоже знает о производных интегралах и дифференциалах причем видно что он подошел к решению с другой стороны и дошел до этого своим умом это нам дает однозначный исторический ответ на то что и Ньютон и Лейбниц пришли к открытию независимо друг от друга поняв это Ньютон просто прервал переписку и вот спустя почти 10 лет в 1684 году в свет вышла та самая статья вакта эрудиторум в которой Лейбниц и изложил метод дифференциального исчисления при этом никак не сославшись на Ньютона и далее делая вид что никакой переписки не было и никаких записей Исака он не видел ну а что случилось дальше вы уже знаете когда спор достиг высочайшей точки и деваться уже было некуда Ньютон положил на стол то самое письмо Коллинзу от 72 года и это стало самым ранним датированным и подтвержденным письменным доказательством в споре о приоритете В итоге расклад мы имеем такой что Ньютон действительно имеет приоритет в споре о первенстве Предоставленное им письмо 72 года это железно подтверждает но при этом можно с уверенностью говорить что они оба пришли к своим идеям независимо и никакого плагиата не было они оба внесли огромный вклад в создание математического анализа и хоть с разных сторон все же работали над одним делом весь этот многолетний конфликт был пустой тратой времени Ньютон доказал свое первенство да но это ничего не изменило терминология лыбница уже успела прижиться в Европе она же используется и сегодня в современных школах не преподают метод флюксии лишь потому что великий гений Исаак Ньютон написал работу в стол а когда спохватился было уже поздно говорят что в споре рождается истина но конкретно этот спор явно не тот случай за всей этой нелицеприятной историей конфликта с лыбницем мы упустили внимание одну важнейшую деталь биографии Ньютона публикацию оптики это был мощнейший трактат который вобрал в себя все исследования Ньютона в этой области работа была колоссальной и многие современники ставили ее в один ряд с математическими началами занятно что Ньютон передал в общество рукопись оптики всего через год после смерти Роберта Гука и если вы считаете совпадением то что Ньютон опубликовался сразу после смерти своего главного врага то вы ошибаетесь он сам заявлял что не опубликовал свой труд с 1675 года желая избежать вовлечения в диспуты Ньютон знал что Гук не пройдет мимо и тут же накинется на его теорию корпускулярной природы света но справедливости ради стоит отметить что в первом издании оптики он уже рассматривал эту идею лишь как гипотезу которую невозможно доказать во втором издании вышедшем уже через два года он вообще свел ее к вопросу который задает читателю а сам же оставляет его без ответа однако он твердо и доказательно рассуждает о цветах описывает эксперименты с призмой рассказывает об изготовлении зеркального телескопа и в целом формирует свое представление об экспериментальной науке как противовес гипотетическим рассуждениям натур философов причем он написал эту книгу не на латыни а на английском чтобы она дошла до более широкого круга его соотечественников он пояснял что хочет донести информацию для начинающих чтобы им было понятнее и легче повторить эти эксперименты эдакий научпоп эта книга охватывающая широкий ряд вопросов предназначалась для англичан с их эмпирическим складом ума так что в краткосрочной перспективе влияние оптики оказалось даже больше чем у математических начал Ньютон закладывал институт науки где краеугольным камнем были эксперименты а не пустая болтовня признание было настолько мощным что спустя год в 1705 королева Анна даже возвела его в рыцарское достоинство беспрецедентный случай пышная церемония состоялась в стенах Кембриджа там где все когда-то и началось Ньютон а точнее теперь сэр Исаак Ньютон стал первым человеком удостойным такой чести за научные работы правда некоторые считают что это было сделано по политическим причинам в любом случае в возрасте 63 года он стал первым ученым с рыцарским званием но по факту оптика стала его последней научной работой ближайшие 20 лет своей жизни Ньютон посвятил алхимии истории и теологии интерес к которым сопровождал его на протяжении всей жизни за время за время своей карьеры в Лондоне он стал человеком богатым и влиятельным он купил себе дорогой дом и обставил его с желаемой роскошью он властно президентствовал при королевском обществе и железной рукой управлял монетным двором молодые ученые считали его объектом преклонения а фальшивомонетчики вздрагивали при упоминании его имени он вел активную благотворительную деятельность и содержал не только всех своих многочисленных родственников но отвечал и на письма просителей это снискало ему хорошую службу и создало репутацию человека щедрого доброго и отзывчивого это конечно согласовывалось с его христианской верой но с этим образом точно не согласились бы уже покойные на тот момент Флемстит и Лейбниц все коллеги хотя тут правильнее будет сказать подчиненные восхищались его умом который якобы не притупился даже с возрастом однако по некоторым записям проскакивает рассуждение что Ньютон уже не тот выглядит вялым и безжизненным в 1720-х годах уже ходили слухи о том что разум 80-летнего Ньютона угасает его здоровье действительно ухудшалось силы иссякали а в 1722-м его подкосило из-за камней в почках спустя год состояние резко ухудшилось и он отдал себя под опеку двух врачей они советовали ему использовать портшест для передвижения это типа кресло носилок однако Ньютон категорически отказался настаивая на том что будет ходить сам пока может при этом оснований думать что Ньютон впал в маразм и страдал деменцией у нас нет ведь в 24-м году возникла ситуация в которой он продемонстрировал трезвость своего ума в это время во Франции без его согласия опубликовали часть его библейской хронологии он готовил ее для принцессы Уэльской но обходными путями эти записи таки попали в печать к тому же были приправлены едкой критикой с перечислением ошибок Ньютон в свойственной ему манере также едко ответил на критику разразившись огромной статьей доказывающей несостоятельность замечаний более того он в свои 82 года приступил к составлению полного издания своей библейской хронологии которой занимался до последних своих дней но закончить так и не успел в двадцать пятом году он тяжело перенес простуду и воспаление легких его перевели в загородный особняк а врачи рекомендовали отдых и покой теперь в шаге от встречи с создателем он озаботился и вопросами наследия и речь не о деньгах речь о знаниях и изысканиях которые он накопил за свою долгую жизнь он позаботился о том чтобы научное сообщество да и вообще вся мировая общественность с его работами не познакомилась никогда и принялся сжигать свои записи целыми коробками что было в тех манускриптах теперь знает только огонь кто-то считает что он просто сжигал личную переписку обнародование которой он не желал а кто-то предполагает что там были его юридические религиозные заметки кто-то думает что он избавлялся от своих тайных исследований в области оккультизма черной магии или еще какой-нибудь мракобесной дичи сейчас рассуждать об этом уже смысла нет при этом несмотря на рекомендации врачей ничто не могло удержать Ньютона от поездок в город и он без предупреждения мог нагрянуть на монетный двор или посетить собрание королевского общества 2 марта 1727 года он председательствовал на последнем в своей жизни заседании общества и по словам присутствовавших выглядел живо и бодро но внешность оказалась обманчивой уже на следующий день он почувствовал себя очень плохо и слег с ужасными болями врачи сказали что в результате этих нагрузок на слабый организм почечный камень сдвинулся с места где спокойно лежал и прогнозы неутешительные 2 недели он бился в агонии и в один момент правда показалось что боль отступает но к вечеру того же дня он впал в беспамятство и через два дня 20 марта 1727 года сэр Исак Ньютон умер его тело было выставлено для прощания в Иерусалимском зале Вестминстерского аббатства и по словам современников с ним пришел попрощаться весь Лондон так и закончилась жизнь величайшего гения в истории науки Исак Ньютон не только стал главным первооткрывателем в области физики и математики он стал прародителем такого понятия как наука в целом да он не был во всех отношениях приятным человеком а конфликты и споры наполняли всю его жизнь но главные его диспуты случились лишь из-за того что он скрывал от мира свои работы и писал их в стол не храни он все это под семью замками ни спора с Гуком ни спора с Лейбницем не было бы напоследок нам рисуется образ сумрачного гения обидчивого ранимого и даже мстительного но безгранично талантливого и самоотверженного сэр Исак Ньютон считается одним из самых влиятельных людей в истории и на мой взгляд абсолютно заслужен друзья у нас получилась очень большая и местами поучительная история я в течение двух месяцев словно подглядывал за сэром Исаком в его уединении в Кембридже я слушал ожесточенные споры в королевском обществе и читал дневники Ньютона последние причем буквально я надеюсь мне и вас удалось в очередной раз погрузить в обстановку того времени где мы вместе смогли увидеть великие события и прожить целую жизнь я надеюсь эта история вам понравилась и надеюсь что на этом канале она не последняя да сейчас мы проживаем суровые времена и многие хотят хоть иногда отвлечься от происходящего ужаса и переключиться на что-то позитивное или познавательное этот ролик это минимум того что я вам могу дать но хочется верить что у меня хоть ненадолго но получилось если вы хотите чтобы проект и дальше жил и продолжал работу то можете поддержать его своим пальцем вверх или одобряющим словом в комментариях ну а если хотите помочь делом то можете это сделать разово на Донешин Алерц или на постоянке через бусти и спонсор да патрон теперь недоступен так что пришлось переехать на другие площадки именно от вас сейчас зависит выживет ли этот формат истории астрономии ну а у меня на этом все берегите себя и не прячьте свои таланты от мира пока мое знание это тяжкий крест который несуя сквозь годы и века венец творений моих будто корона сияет и несет свет добрым людям по обе руки от меня враги и завистники но труды мои дали миру знания которое так ему было нужно а противники словно грешники падут у моих ног когда-то меня звали Исаак Ньютон теперь я история уж не знаю каким я представлюсь миру но для самого себя я словно мальчишка играющий на морском берегу развлекаясь поиском необычайно гладких камушков или необычайно красивых ракушек между тем как великий океан истины лежит предо мной совершенно неисученный упал бы TO неожидан а что для